В поисках натуры Он пришел мне навстречу, чтобы приветствовать меня, но от его жизнерадостности не осталось и следа. Потребовалось несколько недель ухода, и только тогда он стал прежним Пиппином, но все равно он уже никогда больше не пел со мной вместе дуэты. Ферма была расположена у Лемуру, километрах в 30 от Найроби, что устраивало Джорджа и Терренса, и они не выказывали никакого сожаления, когда правительство реквизировало эти земли, выплатив номинальную сумму в качестве компенсации. Зная, как я люблю путешествовать, Джордж решил теперь обратить главное внимание на работу по охотничьему надзору в отдаленной северной части северной пограничной провинции. Мы подолгу были совсем одни, и однажды провели вдвоем 8 месяцев, не повстречав ни одного европейца. Я рисовала, собирала насекомых, окаменелости, небольших присмыкающихся и грызунов для музея в Найроби, и снабжала отдел энтомологии различными, ранее неизвестными видами ночных бабочек. Ловила я их, очень просто, ставила возле палатки таз с водой, а в него помещала лампу. Преимущество такого способа было в том, что свет привлекал бабочек, и они не залетали в палатку, а падали в воду, и мне оставалось только собирать их. Одним из интересных фактов, с которыми я познакомилась в это время, было умение носорогов добывать соль, необходимую для их организма, в безводной местности. Неподалеку от Марсабита мы обнаружили вырытое углубление и увидели на его стенках на определенной высоте следы, прочерченные рогами носорогов, когда они слизывали соль. Джордж занимался охраной животного мира от браконьеров, улаживал племенные распри, возникавшие из-за водоемов, и помогал бороться с эпидемиями ящера, сибирской язвы и чумы рогатого скота. Он принадлежал к числу тех сотрудников департамента охоты, в распоряжении которых имелись собственные ослы и мулы. Отчасти именно это обстоятельство позволило мне сопровождать его. Я была единственной европейской женщиной, путешествовавшей по самым отдаленным районам северной пограничной провинции, и мне не раз задавали вопрос, не скучаю ли я по обществу и по домашнему уюту. Однако наша кочевая жизнь была до того интересной, что с лихвой компенсировала все то, чего нам недоставало. Единственное, чего мне не хватало, это музыки. Моя маленькая пианино стояла весело в таких условиях, что ему не мог повредить тропический климат. Не доставала, конечно, и горячей ванной, в которой я могла бы понежиться. Маленькая брезентовая ванна, где можно было стоять только на одной ноге, была очень слабой ее заменой. У меня создавалось впечатление, что мы все время находимся в движении. То у нас кончалась провизия, то появлялось так много браконьеров, что Джорджу приходилось препровождать их весело. Во время нашего краткого пребывания в Осиола дом наш всегда был открыт для гостей, что было делать совсем непросто. Денег у нас было маловато, так как оплата сотрудников департамента охоты была ниже оплаты других государственных служащих, хотя именно это управление давало самые большие доходы. Но, несмотря на скудность нашего бюджета, мы все же умудрялись принимать гостей. Среди наших посетителей были ученые, охотники и кинорежиссеры, надеявшиеся, что Джордж даст им совет, как найти диких животных. Однажды утром у нас произошел забавный инцидент. Три человека в довольно потрепанной одежде заглянули в нашу гостиную с таким уверенным видом, как будто они были туда приглашены. Я еще была в халате и ждала Джорджа, который должен был прийти и завтракать. Поэтому я сказал о вошедшем, что это частный дом и что если они хотят увидеть мужа, им следует пойти к нему в контору. В этот момент появился совершенно смущенный Джордж и представил мне министра юстиции Соединенных Штатов и двух его коллег, приглашенных им к завтраку. Если люди нам нравились, мы приглашали их к своему столу и многие визиты, рассчитанные на часы, растягивались на недели, потому что гости присоединялись к нашим поездкам. У меня всегда были про запас деревянные колокольчики для верблюдов или другие небольшие сувениры, каких наши гости не могли купить в магазинах, но могли принять от нас, не чувствуя себя при этом чем-либо обязанными. Постепенно у нас появилось много друзей. Наших знакомых можно было примерно разделить на две категории. В первой относились люди, привыкшие к строгой регламентации, свойственной деловой и общественной жизни, и не способные приспособиться к импровизациям и внезапным переменам, присущим жизни человека, живущего в тесном контакте с природой. Эти люди стремились как можно скорее вернуться к спокойной жизни у своих домашних очагов. Людям второй категории была присуща другая крайность. Они все время находились под гнетом различных обстоятельств, и сейчас, опьянев от внезапного ощущения огромной свободы и спряхнув с себя всякие связывавшие их запреты, по-настоящему наслаждались жизнью на природе. Я понимала и тех, и других, хотя предпочитала категорию людей с девизом «назад к природе». Через некоторое время нам пришлось перебраться из казенного дома в новую штаб-квартиру, находившуюся на расстоянии всего пяти километров от административного центра. Денег у нас было мало, и поэтому Джордж и его брат Терренс приняли непосредственное участие в постройке дома. Дом был выстроен настолько хорошо, что Терренсу даже предложили место в строительном управлении, но он отказался. Наш новый дом, построенный из местного камня, приютился у холмов, образовывавших большую подкову. Оттуда открывался вид на обширные равнины к северу от Исиола. Дом был достаточно просторен для нас, но гостям, останавливавшимся у нас, приходилось довольствоваться палатками. В марте 1948 года Джорджио пришлось отправиться на север, к границе с Эфиопией, чтобы предупредить возникновение конфликтов среди племен из-за водоемов. Он не разрешил мне поехать с ним, и тогда я присоединилась к шведской экспедиции, только что прибывшей в Кению, с намерением изучить высокогорную флору и фауну Восточной Африки, Руанда, Урунди и Бельгийского Конга. Сделав зарисовки некоторых растений гор Кения и Килиманджара, я мечтал зарисовать также флору Рувензори и горы Элген. Руководил экспедицией доктор Окехольм, специалист во многих областях. А ботаником был доктор Олаф Хэтберг, оба из Упселского университета. Остальные ученые прибыли из разных районов Швеции. Гора Рувензори расположена на границе Уганды и Конга. В то время трудно было получить разрешение на подъем со стороны Конга, который был более легким. И нам пришлось нанимать носильщиков и прокладывать путь на гору со стороны Уганды по очень крутым склонам, покрытым лесом. Пока носильщиков собирали и снаряжали, мое внимание привлекли к себе несколько пигмеев, временно живших здесь среди людей племени Банту. Я зарисовала двух из них, мужчину и женщину. Я немало удивилась, увидев на женщине металлическое ожерелье, точно такое же, какое я видела на женщинах племени Габра, относящегося к хамитской ветви, обитавшего на расстоянии не одной сотни километров от места, где мы собирались в экспедицию. Женщины племени Вакамба, относящегося также к языковой семье Банту и жившего неподалеку от Найроби, носили такие же ожерелья. Не говорит ли такое сходство украшений о какой-либо давно забытой миграции этих племен? Рувензори пользуется репутацией такого места, где дожди льют на протяжении 360 дней в году. Действительно, скоро мы убедились, что это утверждение справедливо. Во время подъема нам не только приходилось переходить реки с ледяной водой, берущей начало у границы снегов, но и промокать до костей изо дня в день. Особенно было жалко носильщиков. Им приходилось нести груз, достаточно тяжелый, и до того, как он насквозь пропитался водой, чем выше мы взбирались, тем больше мох, покрывавший землю, походил на пропитанную водой губку, а деревья с ветвями, покрытыми мухом или шайниками, напоминали зеленых плюшевых медвежат. Когда мы достигли болотистой местности, мы стали двигаться еще медленнее, так как единственной твердой почвой среди болота были травяные кочки. Бедным носильщикам с их насквозь промокшим грузом приходила стуга. Мы разбили лагерь на Вересковой пустоши, откуда были видны сверкающие ледники четырех из шести гор, образующих горный массив Рувензори. К счастью, погода улучшилась, и мы смогли начать ботанические изыскания среди гигантских лабелей и крестовников, росших у самой кромки голубого льда. Самый высокий из пиков Рувензори достигает 5109 метров, но добраться до его вершины оказалось легче, чем подняться на гору Кения. К великой радости Оке он нашел один из видов пауков, живущих на льду. Я никогда не испытывала любви к паукам, но часто восхищалась паутиной, особенно ранним утром, когда в лучах восходящего солнца капельки росы сверкали на ее нитях, точно хрустальные. Оке показал мне несколько пауков под микроскопом, и только тут я увидела, какие они изящные, и какое у них бархатистое туловище. Я зарисовала нескольких из них под лупой, но мне пришлось слишком сильно напрягать для этого зрения. Единственными млекопитающими, которых мы здесь встретили, были доманы и мелкие грызуны, хотя на высоте 4800 метров мы обнаружили и следы леопарда. Начиная с 9 марта и по 18 апреля погода почти все время была превосходная. Мы находились высоко над морем облаков, и порой казалось, что по нему плывут и пики гор, и поросшие вереском склоны. Пока светило солнце, было жарко, но когда наступала ночь, становилось так холодно, что ни грелки, ни даже спирт не могли согреть нас в наших маленьких палатках. На Рувензоре, во время ужасно холодных ночей, спирт был, пожалуй, тонизирующим средством, а шведская традиция произносить бесконечные тосты помогала укреплять нашу дружбу. Мы все нашли для себя столько интересных занятий, что нам было грустно покидать это место. В тот день, когда мы закончили укладываться, погода резко изменилась. Началась снежная буря, и видимость понизилась почти до нуля. Мы отправились вперед с одним из проводников, надеясь проложить путь другой группе, следовавшей за нами, и состоявшей из второго проводника и носильщиков. Мы медленно продвигались, все время перекликаясь с идущей за нами второй группой. Поверхность, по которой мы шли, была труднопреодолима, даже в обычных условиях. А во время метели она была ужасна. Не раз мы скользили по покрытых мухом скалах, нередко достигавших 20 метров высоты. Нам такое катание было не страшно, но наше беспокойство за носильщиков все возрастало. Наконец, связь между группами оборвалась, и трудно было представить, как они преодолевают это пространство со своим тяжелым грузом. Наш проводник предложил направиться к скалистому утесу, где можно было бы переночевать, и куда, как он надеялся, придет и вторая группа. Через несколько часов мы, наконец, добрались до этого убежища. Я мечтала об удобной пещере и была разочарована, поняв, что нам предстоит провести ночь на очень узком выступе шириной 2 метра, а длиной 15. К тому же скала под выступом отвесно спускалась прямо в бурную реку. Мы разожгли костер и присели вокруг него в промокшей одежде, напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли крики носильщиков. Но только после полуночи мы, наконец, услышали едва доносившиеся до нас голоса, стали сигналить с помощью факелов и вздохнули с облегчением, лишь когда носильщики один за другим дотащились до нашей стоянки и сбросили свой тяжелый груз. Переход для них был очень трудным, но мы расстались с ними на следующий день добрыми друзьями. Затем шведская экспедиция разделилась, так как ее сотрудники направились в разные стороны, и только Оке, Олаф и я вернулись в Кению, чтобы продолжать свои исследования на горе Элгон. Когда мы добрались до дома друзей, у которых оставался Пиппин, он весело встретил меня. К этому времени я уже зарисовал около 700 видов растений. В их число входила и альпийская растительность, и цветущие деревья, рисовать которые было интереснее всего. Добавив к своей коллекции растения горы Элгон, я решила переключиться на изображения африканцев в их традиционных костюмах, пока еще была надежда найти людей, носивших настоящее украшение. Прежде чем отправиться в экспедицию на гору Элгон, нам надо было ждать, пока наберут носильщиков. Поэтому Оке, Олаф и я решили тем временем отправиться в редкопосещаемый район, находящийся в 160 километрах к северу от Качилибы. Однажды утром в наш лагерь вошли два человека из племени Кадаму. Они были обнажены, если не считать их затейливых головных уборов, и в руках держали копья. Это были высокие и стройные люди, очевидно, не привыкшие к чужестранцам. Головной убор одного из пришельцев поражал воображение. Этот своего рода шиньон, созданный из его собственных волос, жира и голубоватой глины, представлял собой сооружение в виде пелерины, которая покрывала его плечи и опускалась до середины спины. Несколько страусовых перьев были вставлены в маленькие зажимы из выслушанных сосков коров его вымени, воткнутых в глину до того, как она затвердела. Перья служили признаками определенной возрастной группы, ранга и воинского статуса. Головной убор второго спутника был похож на корону из перьев, аккуратно сплетенных в толстое кольцо. Такого головного убора я уже больше никогда не встречала. Мы могли общаться с пришельцами только с помощью мимики и жестов, но они оба быстро схватили общий смысл нашей беседы, согласились позировать мне и позволили сфотографировать себя, получив в награду табак и деньги. Через некоторое время мы отправились на гору Элган, расположенную на границе между Угандой и Кенией. Этот потухший вулкан, достигающий высоты 4322 метров, знаменит своей уникальной альпийской флорой. Подъем через бамбуковые леса по прямой до самого кратера не представлял затруднений. Добравшись туда, мы заглянули внутрь и увидели дно кратера, шириной в несколько километров, в центре которого был крошечный остров, удачно расположенный между горячим источником и истоком реки Туркуэл. Он показался нам идеальным местом для лагеря, и мы стали спускаться вниз. В самом деле, там было очень удобно. Если вечер был холодным, и нам хотелось погреть ноги, то мы опускали их в булькающую воду горячего источника. Если же днем, когда было жарко, нам требовался освежающий напиток, мы получали его из холодного потока. Пиппин наслаждался, барахтаясь в теплой воде, но с заходом солнца забирался ко мне в палатку, спасаясь от буйволов и животных, приходивших ночью на водопой. За три недели, проведенные нами на горе Элган, я нашла и зарисовала много неизвестных мне до этого растений, и получила у Олафа немало сведений по ботанике. Когда я рассталась со своими шведскими друзьями, у меня еще оставалось свободное время до возвращения Джорджа с эфиопской границы. Специальный районный уполномоченный пригласил меня в Копенгурия, административный центр Восточного Сука. Там инспектор по сельскому хозяйству и районный уполномоченный были столь любезны, что нашли для меня натурщиков. Я не умел оговорить на языке племени Сук, и мне оказалось, что заинтересовать моих натурщиков будет легче всего, если я посажу их перед собой таким образом, чтобы они меня видели, и буду смотреть им прямо в глаза. Но оказалось, что они до сих пор не встречавшие ни одного иностранца, также заинтересовали с моими светлыми волосами и голубыми глазами, как я, их прическами. Женщины были очень застенчивы, но с ними я могла легче поладить, чем с мужчинами, весьма любознательными и склонными ошибочно интерпретировать мое восхищение их прической. Позднее мне удалось зарисовать некоторых представителей народности Эльгео, живущие близ Копенгурия. Моя студия находилась близко от места работы специального уполномоченного, что позволяло мне выбирать натурщиков из числа тех людей, которые ежедневно толпами прибывали сюда, чтобы выяснить свои дела. На моем первом натурщике местном вожде была великолепная верхняя одежда из голубого обезьяньего меха. К этому времени мои планы по созданию живописных портретов стали настолько занимать меня, что мне надо было выделить время на мои творческие поездки. Когда этот вопрос был решен, возникла необходимость приобрести машину, так как невозможно было путешествовать на автобусе со всем моим скарбом. Располагая небольшой суммой денег, я приобрела подержанный фургон, достаточно большой, чтобы вместить лагерное снаряжение и все необходимое для живописи. Я очень гордилась своей первой машиной, но не успела отъехать на небольшое расстояние, как она подтонула в облаке дыма, и я с минуты на минуту ожидала, что она взорвется. Я испугалась, что мне больше не придется ездить на ней, но на этот раз ее починили, и она продержалась еще некоторое время. Машина сделала меня мобильной, что позволило мне посетить несколько административных районов. Чем больше мне приходилось рисовать африканцев и их традиционные украшения, тем больше я понимала, как важно запечатлеть быстро исчезающую их культуру. Теперь начинался новый отрезок моей жизни, на протяжении которого я многое узнала о сложных обычаях местных племен и была свидетелем того, как под воздействием Запада старый уклад жизни сменяется новым. Самым важным и самым таинственным периодом в жизни здешних африканцев был период ритуала обрезания. Обрезание производилось целыми группами или поодиночке в зависимости от обычая племени. Сама операция являлась лишь незначительной частью ритуала, хотя и она служила проверкой смелости и выдержки у посвящаемых. Однако самой существенной его частью было уединение. Изоляцию считали важным этапом в формировании характера человека. В течение этого периода, иногда продолжавшегося недели и месяцы, а иногда длившегося даже до двух лет, посвящаемого не разрешают видеть никому, кроме наставника. Этот умудренный жизненным опытом человек готовит его к тем обязанностям, которые ему придется выполнять в дальнейшем как члену своего племени. Мне посчастливилось встретить двух посвящаемых из племени Ньемпс в период их изоляции. Они, по-видимому, никогда не видели белой женщины, и их любопытство было так велико, что они согласились позировать мне, и я написал их портреты. Позднее эти портреты стали главной опорой в моей профессии художника, так как они помогали мне столковаться с менее уступчивыми вождями. Мне удалось убедить их, что я хочу только запечатлеть их традиционные обычаи для будущих поколений, которые в противном случае могут ничего об этих обычаях не узнать. Для осуществления моего замысла включить в мою коллекцию портретов представителей всех племен Кении мне требовалась поддержка правительства. И тут мне повезло. Я встретила чиновника Министерства социального обеспечения, показала ему портреты и рассказала о своих планах. Он был настолько заинтересован моей работой, что взял несколько набросков в Найробе, чтобы показать их членам правительства. В результате 14 февраля 1949 года я подписала контракт, обязываясь изобразить представителей 20 племен, которые начали утрачивать интерес к своим традиционным ритуалам, орнаментам и украшениям. При этом я должна была передать эти портреты в музей через 18 месяцев. Мне были осигнованы деньги для покрытия всех моих расходов, кроме бензина, а также дана инструкция оповещения о своем предстоящем прибытии администрации района, в который мне предстояло отправиться за три недели вперед. В обязанность местных властей входило подыскивание африканцев, имеющих традиционную одежду, и предупреждение о том, чтобы они были готовы к моему приезду. Когда я подбирала натурщика, мы совместно с вождем определяли плату за позирование и назначали день, когда он должен прийти ко мне в лагерь. Многие африканцы жили далеко, и мне пришлось составить расписание сеансов, но, к сожалению, донести до сознания африканцев понятие о времени было нелегко, и в результате мне неизменно приходилось ждать день, другое появление моих натурщиков, и значит нарушать очередность. На каждый портрет я выделила себя по два дня. Чтобы выполнить эту программу, мне приходилось наскоро набрасывать черты лица и контуры многочисленных украшений и наносить на них образцы цвета. Затем, уже при мерцающем свете керосиновой лампы, я окончательно дорисовывала изображение отдельных деталей украшений. Вскоре я выяснила, что люди более пожилые знают символику украшений, содержащую информацию о ранге владельца, носившего эти украшения, и о событиях его жизни. Тем, кто умел читать эти символы, они сообщали, подвергался ли этот человек обрезанию, прошел ли он период изоляции, а также указывали на предбрачный период, возраст владельца головного убора и чем он занимается. Воин, знахоть, колдун, специалист по обрезанию, заклинатель, дождя, пророк, кузнец, гончар, судья, старейшина. Все носили индивидуальные украшения. Их носили также вдовы и бесплодные женщины. Я расспрашивала каждого в отдельности о значении символики их украшений. Если несколько ответов совпадали, я считала, что эти сведения достоверны и рисовала этих людей. Если же ответы противоречили друг другу, то такая натура не попадала в мою картинную галерею. Я была огорчена тем, что никто из приходивших молодых людей не проявил интереса к своей традиционной культуре. Наоборот, они относились к своим старинным украшениям неприязненно. На мой взгляд, в этом повинны главным образом миссионеры. Они первыми приобщили африканцев к образованию, но они же и искоренили некоторые традиционные обычаи, считая их дикими, и не учитывая при этом, что различные культуры развиваются на основе истории данного народа, климатических условий и так далее. На протяжении нескольких недель относительного одиночества Пиппин был мне превосходным компаньоном. Когда я жила в Австрии, у меня всегда были собаки, но мои собаки общались со всеми членами семьи, а с Пиппином дело обстояло иначе, так как он был моим личным другом. Он очень помогал мне, развлекая во время сеанса моих натурщиков, которые раньше никогда не видели Керн-Терьера и настороженно наблюдали за ним. После нескольких месяцев работы я поняла, что список племен, которые правительство отнесло к числу меняющих свой образ жизни и начинающих тяготеть к западному образу жизни, далеко не полный. Поэтому было решено, что мы с инспектором района выявим племена, которые следует добавить к этому списку. Таким образом, срок моей работы увеличивался и были необходимы дополнительные ассигнования. Поскольку я была убеждена, что рано или поздно на осуществление этой важной задачи деньги будут выделены и что это последняя возможность запечатлеть уникальные племенные традиции хотя бы в живописи, то решила продолжать работу даже в том случае, если мне придется соблюдать самую строгую экономию. На еду я стала смотреть лишь как на средства, необходимые для продолжения моей работы. Неделями я жила на яйцах, овощах и бананах самой дешевой местной пищи. Нерядка работа настолько захватывала меня, что только приступ головной боли напоминал о том, что я ничего не ела с самого рассвета. Значительно больше меня беспокоило питание Пиппина, потому что доставать мясо и кости было очень трудно. К счастью, он пользовался большой симпатией среди африканцев, и они сказали мне, где производится убой скота. После этого у Пиппина никогда не было недостатка в полноценной пище. И все же у него постепенно изменился цвет шерсти, и началось систематическое кровотечение из носа. Ему сделали несколько инъекций, и кровотечение на время прекратилось, но когда оно возобновилось, повторные инъекции почти не помогли, и я поняла, что Пиппин слабеет. К этому времени я разбила свой лагерь у подножия горы Кения, чтобы рисовать представителей племени Мберре. Это племя славилось своими танцами. Дни и ночи напролет они проделывали свои неистовые акробатические номера под стремительные ритмы огромных барабанов. Вождь предложил мне дом для отдыха, сплетенный из тростника и травы, единственное прохладное место на этой лишенной деревьев равнине. Район, где находился наш лагерь, входил в состав территорий, над которыми Джордж осуществлял контроль, и в один прекрасный день он неожиданно появился, чтобы провести со мной выходной день. Пиппин был уже слишком слаб, чтобы сопровождать нас во время нашей послеполуденной прогулки, и в эту же ночь его не стало. Казалось, сама судьба привела Джорджи именно в такой день, чтобы помочь мне пережить это печальное событие. У меня было такое чувство, как будто я хоронил с Пиппином часть своего существа, ведь он был моим неизменным спутником и другом на протяжении многих трудных лет. Утром Джордж уехал, но вскоре появился его посыльный. Он привез мне детеныша дикой кошки Сервала, найденного брошенным на дороге. Этот зверек величиной скотенка был очарователен, и я сразу потянулась к нему, хотя он, конечно, не мог заменить Пиппина. Когда мое пребывание в племени Мбэре подошло к концу, Джордж приехал, чтобы помочь мне упаковать вещи и перебраться туда, где жили Чака, следующее племя в моем списке. В селении Чака собралась группа людей, желавших стать моими натурщиками. Я выбрала несколько человек, но почувствовала себя настолько плохо, что Джордж настоял на том, чтобы я отправилась вместе с ним в Весеола. Я договорилась с вождем племени, что вернусь для проведения сеансов живописи. Пока я поправлялась, Джорджия попросили разведать дорогу с достаточным количеством водоемов и пастбищ, для того, чтобы племя Туркана могло пройти по ней со своим домашним скотом в район озера Рудольф. Во время войны Туркана нелегально поселились в окрестностях и Сеола, нарушая таким образом права местных племен на пользование водой. Теперь предстояло вернуть Туркана на их традиционное место жительства. Правительство уже подготавливало переезд стариков и детей на грузовиках через Китале до Лодвара. Одновременно договаривались об организации перевалочных пунктов с питанием на протяжении всего пути, который Джордж рекомендовал как наиболее целесообразный для большого перехода здоровых людей и скота. Туркана относились с предубеждением к предстоящему переселению и старейшины пророчествовали, что оно никогда не осуществится. Поэтому большинство Туркана не хотели участвовать ни в одном из составляемых для них с этой целью планов. Чтобы справиться с возможными административными проблемами, которые могли возникнуть в конце пути, в помощь Джорджу прикомандировали молодого помощника. Мне хотелось присоединиться к этому походу, поскольку я надеялся найти в отдаленных районах, через которые нам предстояло пройти интересных натурщиков для своих портретов. Отправив вьючных животных вперед до Вамба, последней точки, куда мы могли добраться на машине, мы погрузили в пикап, провизию, лекарства, палатки, спальные мешки, походные столовые стулья, брезентовую ванну, кухонную посуду, охотничье снаряжение, одежду, лампы, складную лодку, баки, предназначенные для хранения воды, глицерин и йод, пресс для собранных растений, все необходимое для живописи и несколько книг. Этот груз мы покрыли брезентом, и весь наш домашний штат вместе с лесниками забрался наверх. Когда мы прибыли в Вамба, наш молодой помощник презрительно посмотрел на подготовленных к поездке мулов и заявил, что он привык ездить верхом только на породистых животных. Незадолго до этого Джордж приобрел белого мула по имени Ишайтан, что в переводе с языка Суахири означает «дьявол». Он-то и был предложен помощнику для верховой езды. Охотно согласившись на это предложение, тот с гордым видом взобрался на мула, но не успел еще усесться, как мул рванулся к протекавшей мимо реке и сбросил ездока, а потом с невинным видом зашагал вверх по берегу. Когда наш помощник снова взобрался на Шайтана, мул спокойно потрусил по тропе, пока не поравнялся с терновым кустом. Тут он взбрыкнул, сбросив ездока прямо на колючки. Проклиная всех мулов на свете, помощник вопреки случившемуся утверждал, что он первоклассный наездник, и ему было разрешено закончить весь остальной путь на Шайтане. У бедняги был очень растерянный вид, но, видимо, гордость не позволяла ему отказаться от своего намерения. Он все еще пытался красоваться в седле, хотя нередко оказывался на земле, а мул при этом насмешливо на него поглядывал. В конце концов, Шайтан так невзлюбил своего наездника, что однажды ночью убежал от нас. Ему потребовалось четыре дня, чтобы добраться до Иссиола, куда он прибыл в полном здравии, несмотря на то, что ему пришлось преодолеть большую часть пути по местности, где обитали львы. Я, однако, отчасти понимала настроение помощника Джорджа, вспоминая о том чувстве превосходства, которое испытала, когда впервые собиралась прокатиться верхом на муле. В свое время я прошла школу классической верховой езды в Вене. Я видела, что Джордж сидит верхом, как мешок с картошкой, подлетает вверх при каждом шаге мула, но он ни разу не упал, тогда как я, полной решимости соблюдать свой великолепный стиль верховой езды, все время слетала на землю. Мы ехали впереди верхом на мулах, чтобы освобождать путь от диких зверей. Позади нас шли ослы с поклажей. Двигались мы медленно, время дня было самое жаркое, я задремала в седле. Вдруг я почувствовала толчок. Оказалось, что носорог и его детеныш, выскочившие на дорогу, задели моего мула и умчались прочь с большой скоростью. Я не удержалась в седле, упала и, ударившись о скалу, сильно ушибла позвоночник. Джордж, ехавший впереди, быстро вернулся и помог мне снова взобраться на испуганного мула. Я ощущала боль во всем теле и, казалось, была частично парализована, но Джордж убедил меня в необходимости достигнуть ближайшего водоема до наступления темноты, рассказав, что в последний раз он разбивал на этом самом месте лагерь, чтобы выследить льва-людоеда, убившего одного сомалийца. Ему не удалось увидеть самого зверя, но на следующее утро он нашел львиные следы около своей походной постели. Этот рассказ убедил меня в необходимости двигаться дальше, несмотря на боль. Любой вариант был гораздо лучше, чем перспектива попасть в лапы льву-людоеду. Наконец, мы добрались до водоема, и несмотря на то, что я провела беспокойную ночь и ощущала боль во всем теле, на следующий день нам пришлось продолжить свой путь по страшной безводной местности, где мы безрезультатно пытались добыть воду. Мы копали ямы в высохших руслах рек, но каждый раз безуспешно. Мы обнаружили лишь окаменелые деревья, стволы которых имели в диаметре 60 сантиметров. Они свидетельствовали о том, что когда-то здесь были густые леса. Наконец, мы достигли одного из самых жарких мест в Африке, долины Сугута, в прошлом представлявшей собой дно озера. Со всех сторон она ограничена отвесными скалами, которые защищают ее от прохладных ветров. Здесь я снова принялась искать окаменелости, но тщетно. Это меня удивило, так как в доисторические времена долина Сугута была связана с Нилом и озером Рудольф, которое изобиловало ископаемыми. Путь к Ладвару мы продолжили по пустыне, покрытой лавой. Вдруг мне сделалось плохо, и я чуть не свалил с мула. Джордж померил мне температуру, и оказалось, что она повысилась до 40 градусов. Нам пришлось разбить лагерь на раскаленной от солнца равнине, но на следующее утро я почувствовал себя хорошо. В конце очередного перехода мы добрались до лавового плато, на котором совершенно не было травы, и негде было пасти ослов. К счастью, наступила полнолуние, и мы смогли продолжить путешествие ночью, что было немаловажно, так как днем ослы могли погибнуть от солнечного удара. В Кангететте мы встретили районного уполномоченного из Ладвара. Все пришли к единому выводу, что перебросить большое число людей вместе со скотом по тому пути, по которому прошли мы, невозможно. Предоставив мужчинам обсуждать альтернативные планы, я решила зарисовать нескольких женщин племени Туркана, костюмы и прически которых отличались от Туркана, уже написанных мною. Через 12 дней после последнего приступа у меня снова поднялась температура и мы решили, что возможно я больна возвратным тифом, болезнью, распространяемой клещами. Я даже вспомнила, как в меня впивался клещ, когда мы раскинули лагерь на покрытой травой равнини Мбере. Если наш диагноз был правильным, то теперь мы могли заранее учитывать мое плохое самочувствие, периодическое повышение температуры и организовывать путешествие таким образом, чтобы успевать до приступа добираться до тенистого места и располагаться там лагерем. Итак, мы находились на родине племени Туркана. И мне стало ясно, почему африканцы из этого племени, добравшись до района Иссиола, предпочитали оставаться там. Мы возвращались обратно другой дорогой, но там не было достаточного числа водоемов и пастбищ, и это делало невозможным переброску людей и большого количества скота. Джордж пришел к выводу, что единственной практической возможностью переселения является перемещение племени Туркана небольшими группами в сезон дождей, о чем он и сообщил властям. Скот, по его мнению, следовало продать Иссиола, а затем купить новый в Ладваре. Этот вариант принят не был, и таким образом пророчество старейшин Туркана осуществилось. В Найроби я обратилась к врачу с жалобой на систематические приступы лихорадки. Он подтвердил наш диагноз возвратного ТИФа и провел курс лечения инъекциями мышьяка. Вскоре после моего выздоровления Джордж и я получили приглашение на прощальный вечер уходящего в отставку губернатора Ваджира. Форт Ваджир, расположенный на песчаной равнине, является главным оборонительным постом на сотни километров вокруг и единственным источником пресной воды в этом пустынном районе. В Ваджире около двадцати колодцев. Они представляют собой круглые отверстия глубиной до двадцати метров, проделанные в плотном известняке. Их диаметр настолько мал, что невозможно себе представить, как их можно было вырыть без помощи соответствующих механизмов. Предполагают, что грунт выбирал ребенок, которого с этой целью опускали в отверстие колодца корзине. Кроме колодцев здесь неподалеку существуют еще большие водосборные плотины. Это грандиозное сооружение, далеко превосходящее возможности в области строительства современного африканского населения. Одна из легенд описывает древних обитателей этой территории, которые якобы принадлежали к племени гигантов, именовавшемуся Вандир. Может быть, эти искусные сооружения были созданы ими? Во время праздника в обширном внутреннем дворе форта, образующем квадрат, был возведен большой шатер. На торжествах присутствовал весь административный аппарат северной пограничной провинции. В конце двора столпилось много сомалийцев, и после зачтения приветствия к губернатору, небольшая их группа выбежала вперед, выкрикивая военный клич. Они подняли свои копья и стали приближаться к губернатору все быстрее и быстрее, пока, наконец, очень метко и точно не бросили копья, упавшие к его ногам. Губернатор все это время стоял, не шелыхнувшись и не моргнув глазом, наблюдал, как это грозное оружие ложится буквально на расстоянии трех сантиметров от его ног. Во время праздника я обнаружил среди африканцев несколько очень интересных типажей и написала их портреты. Вернувшись в Исиола, я возобновила прерванные зарисовки племени Чака, живущего у подножия горы Кения. В том месте, где находился мой лагерь, только полоса леса отделяла меня от поросших вереском склонов и ледников. В один из дней отдыха, когда Джордж приехал навестить меня, мы решили посвятить часть времени прогулке на гору. Мы стали подниматься по заглохшей тропинке, проложенной обитателями миссии Чегория, самой старой из миссий этого района, известной своей пользующейся большой популярностью больницей. Мы вошли в чудесный лес, а через несколько часов дошли до бамбуковых зарослей, и затем вышли на открытую местность, поросшую кустарником. Чем выше мы поднимались, тем разнообразнее становились цветы и птицы, а особый аромат, характерный для больших высот, опьянял. Тишина охватила нас, и мы шли все дальше и дальше. Наконец, Джордж сказал, что пора возвращаться, но я увидела изумрудное высокогорное озеро, и не могла побороть в себе желание дойти до него. Там же виднелись красные, как рубины цветы бессмертника, покоившиеся на серебристых листьях, и я просто не могла не сорвать их. Видя мое упорство, он поступил весьма разумно. Чтобы вернуть меня к реальной жизни, пошел по направлению к дому. Некоторое время я продолжала идти вперед, но вдруг, сообразив, что осталась одна, почувствовала, как мой бурный восторг сменился страхом. Посмотрев наклонившееся к горизонту солнце, я поспешила назад и догнала Джорджа. Мы были удивлены, услышав в конце такого безоблачного дня раскаты грома. К тому времени, как приближавшаяся гроза разразилась, мы были уже в лесу, где очень быстро стемнело, и прошло совсем немного времени, как наступила ночь. Торопливо спускаясь вниз по склону, мы скоро потеряли из виду отметины, оставленные нами во время подъема, и так как разглядеть что-либо было невозможно, нам оставалось только дожидаться рассвета. Сидеть на траве было все равно, что сидеть посреди избегающего потока, и потому, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, мы обрекли себя на мокрую, холодную и голодную ночь. Вдруг Джордж вспомнил, как однажды оказавшись в подобном положении, он разрезал резиновые подошвы своих сандалий на полосы и поджег их. Они горели как факелы, выполняя одновременно две задачи, обогревали и держали диких зверей на расстоянии. Теперь он предложил пожертвовать нашими сандалиями, и хотя я знала, как трудно мне будет утром идти босой по неровной местности, я согласилась, поскольку не могла не признать, что сама виновата в постигшем нас испытании. Время шло, а дождь все лил как из ведра, и подоносившимся до нас звуком, мы поняли, что наши факелы скорее привлекают, чем отпугивают окружавших нас животных. Наши руки и ноги онемели после ночи, проведенной в полной неподвижности. Как только пробился первый луч света, дождь унялся, и мы могли продолжить свой путь. Наша жизнь была очень разнообразной и интересной, но у ней было также и много неустойчивого и беспокойного. Как будто специально для того, чтобы вывести меня из подавленного состояния, нам принесли недавно появившегося на свет горного дамана. животное, похожее на грызуна, хотя, по мнению зоологов, из-за особого строения ног и зубов ему скорее следует приписать родство со слоном. Я назвала зверька Пати по имени знаменитой итальянской оперной певицы, потому что сначала думала, что это живущий на деревьях древесный доман, животное, ведущее ночной образ жизни и обладающее очень громким голосом. Однако оказалось, что это самка горного домана, дневного и совсем не шумного животного. Она была совсем маленькой, когда попала к нам и быстро приспособилась к нашей жизни. Пати никогда не приносила нам никаких хлопот, будучи очень чистоплотной от природы и не было необходимости приучать ее к домашним условиям. Она сразу же научилась пользоваться сидением в туалете, которая без сомнения заменила ей скалу, необходимую для этой цели в естественных условиях. Она настолько привыкла к унитазу, что когда мы отправились в путешествие, нам пришлось брать с собой импровизированное приспособление, иначе она отказывалась отправлять свои естественные нужды. Как и все доманы, Пати была вегетарианкой, любившей бананы, пау-пау и манго, которые она часто воровала из моей тарелки. Но ее настоящей слабостью было спиртное. И где бы ни находила бутылку, она переворачивала ее и вытаскивала пробку. Пати сопровождала нас во всех наших переходах, сидя на моем плече, когда я ехала верхом. Она путешествовала с нами и по морю в дау. Но больше всего Пати любила пешие походы на гору Кения. Примечание Дау одномачтовое каботажное судно. В 1951 году Джордж получил сообщение о случаях браконьерства в районе водопадов Чандлера вверх по реке Эвасон-Гиро. Эти водопады редко посещаются и добраться до них можно только по очень трудной тропе, пролегающей у самой реки, уровень воды в которой был в то время очень низким. Мы сразу же двинулись в путь и когда проходили отложения известняка я выкопала несколько ископаемых ракушек конической формы и отправила их в музей в Найроби. Местность здесь была плоской и почти лишенной растительности только тень растущих небольшими группами акаций укрывала местных диких животных включая слонов, зебр, сетчатых жирафов и буйволов. Водопады были живописны даже во время сухого сезона. Их вода стремительно падала с высоты 30 метров. С трудом спустившись вниз по узкой тропе мы вошли под естественный свод шириной почти 3 метра длиной 800 метров и настолько высокий, что в нем можно было беспрепятственно передвигаться выпрямившись во весь рост. В воде мы увидели нескольких крокодилов и ловушки оставленные браконьерами. Мы отошли совсем недалеко как вдруг со стороны водопада послышался оглушительный рев и вода сразу же поднялась покрывая дно пещеры боясь оказаться в западне мы бросились назад. Добравшись до водопадов мы увидели страшную перемену. Волны темно-красного цвета высоко вздымавшие пену с грохотом низвергались с высоты 30 метров и увлекали за собой бревна и целые деревья. С каждой минутой положение становилось все серьезнее и нам стало ясно что если мы не хотим погибнуть нельзя терять ни секунды. Отыскивая ногами на ощупь малейший уступ и цепляясь за каждый выступ за который можно было ухватиться мы вытащили друг друга на скалу под сводом. Поразительно на какие акробатические трюки способен человек когда он смотрит в лицо смерти. Причиной такого наводнения должно быть были запоздалые дожди разразившиеся в верховьях реки. по пути домой мы узнали о небывалых случаях браконьерства в погоне за слоновой костью в Ларианском болоте где засуха была такой жестокой что домашний скот и дикие животные умирали от жажды а браконьеры пользовались их трагическим положением. Ларианское болото около 13 километров в длину питаемое рекой Эвасен-Гира словет раем для слонов. Оно находится в 240 километрах от Исиола среди пустынной местности на полпути к Ваджиру. Когда Эвасен-Гира высыхает 35 колодцев Лариана служат единственными источниками воды на многие сотни километров вокруг. А за последние недели засуха заставила тысячи сомалийцев совершать длинные переходы вместе со скотом, чтобы добраться до этих колодцев. Многие из них настолько ослабли, что погибли в пути. Еще за много километров до Ларианского болота мы увидели, что пустыня усеяна разлагающимися трупами верблюдов, крупного рогатого скота, овец и коз. А когда приблизились к колодцам, смрад стал совершенно невыносимым и вызывал тошноту. Трупы животных валялись среди сухого тростника на потрескавшемся иле, и хотя мы двигались очень осторожно, пытаясь их объехать, это оказалось невозможным. После того, как африканцы прошли огромное расстояние вместе со своим скотом, они были вынуждены еще ждать и часто не один день под палящим солнцем, пока люди, пришедшие раньше, подпустят их к колодцам. Дело осложнялось еще и тем, что с людьми за воду конкурировали слоны. Особенно выделялся один из слонов, самец, обезумевший от жажды. Он каждый вечер упорно ждал последнего из 35 колодцев, где еще была вода. Глубина его равнялась 10 метрам. Сомалийцы стояли на лестнице один над другим, передавая наверх ведра с водой, которую наливали в колоды для скота. Как только вода оказывалась наверху, слон отнимал ее и преследовал людей, хватая их за влажные набедренные повязки. Трижды чуть не произошло несчастье, когда слон, топчас у колодца, засыпал землей стоявших в колодце людей, нетерпеливо требуя, чтобы они поторопились. Абди Агли, знаменитый вождь с необычайно твердым характером, предотвратил трагедию. Он сочувствовал животным, но все-таки попросил Джорджа застрелить обезумевшего слона. Ожидая его появления с наступлением темноты, мы шли не торопясь к высохшему речному руслу и обнаружили трех слонов и бок о бок с ними верблюда, увязших в затвердевающем иле, из которого они высасывали воду, пока он был еще влажным. Все слоны были уже мертвы, и только их головы торчали над элом. Верблюд был жив. Местные жители рассказали нам, что он погружался все глубже и глубже на протяжении последних 36 дней. Не в состоянии защититься от грифов, он теперь открыл глаза, как бы прося пощады. Джордж пристрелил его. А затем мы осмотрели пересохший илистый водоем, наполненный извивающимися или уже разлагающимися самами, с которыми расправлялись цапли. Возле колодца вместо обычной жизнерадостной болтовни сейчас царило зловещее молчание. Палящее солнце вызывало такую жажду, что все были еле живыми. Вскоре после наступления сумерек, втягивая в себя воздух в поисках источника, появился слон и направился прямо к колодцу, топча по пути изнуренных африканцев. Едва он остановился, я подняла фонарь, и Джордж застрелил слона. Напряженная гнетущая тишина теперь сменилась смехом и пением людей, сердечно благодаривших Джорджа. В последующие дни мы помогали подвозить к колодцу вновь прибывших, чтобы избавить их от нескольких последних километров ходьбы. Однажды утром мы проснулись под ликующие крики «Река пришла!» Вместе со всеми мы ринулись к васун гиро, ожидая услышать шум приближающейся воды. Но вместо этого мы увидели лишь тоненькую струйку, медленно избивавшуюся на песке и заполнявшую все углубления и трещины. Сомалийцы, радуясь, стояли по берегам реки со своим скотом. Мы уехали, надеясь, что теперь люди и скот находятся в безопасности. Но как мы ошиблись? Дожди разразились с такой невероятной силой, что вскоре Джордж получил послание с просьбой помочь переправить людям свистные припасы, поскольку теперь они были отрезаны озером шириной в 16 километров и снова находились на волоске от смерти из-за отсутствия пищи. Грузовики, посланные с продуктами, увязли в грязи. Самолеты сбрасывали продовольствие, но большая часть его попадала в воду, а слои верблюды, нагруженные продуктами, вымокали до костей, и их груз пропитывался водой. Единственная надежда была на Джорджи, у которого имелась маленькая шлюпка. Большая часть пути длиной в 240 километров была покрыта грязью, и нам с неимоверным трудом удалось добраться до озера. Но, увы, здесь мы потерпели неудачу, так как нас было некому встретить на противоположной стороне, там, где только три недели тому назад мы видели африканцев, умиравших от жажды. Африка известна как континент контрастов. То, что мы испытали у Ларианского болота, было подтверждением этого. На протяжении нескольких следующих месяцев я рисовала представителей племени западной части Кении, но из-за проливного дождя в моей палатке было мало света, я перенапрягла зрение и была вынуждена на время прекратить работу. Когда мое зрение улучшилось, я отправилась в форт Виктория на границе Кении с Угандой, чтобы запечатлеть племя Самья. Люди Самья живут совсем рядом с Большим болотом, где только недавно была истреблена муха ЦЦ. Единственными европейцами в этом районе были миссионеры. Их миссия, где я пробыла одну ночь, больно походила на мрачный форт, чем на мирный приют. И лежа на тюфяке, набитом колючей соломой, я поняла, какую суровую жизнь ведут священники, аскеты. Через месяц я сопровождала Джорджа в Мандеру на границе с Эфиопией. В первое же утро пребывания там меня разбудил приглушенный звук деревянных колокольчиков. Я увидела вереницу верблюдов, силуэты которых вырисовывались на горизонте. Они были связаны друг с другом и несли на спинах имущество своих владельцев. Наблюдая их шествие по этой пустынной стране, нетрудно было понять, почему верблюдов издавна называют кораблями пустыни. Местность здесь носила черты природной сувовости, свойственной бескрайней песчаной равнине, на которой рос только скудный кустарник. река Дауа служила естественной границей между Кенией и Эфиопией. Кроме того, она была источником жизни для местных жителей и их скота. Только здесь они могли утолить свою жажду. Сюда пригоняли на водопой тысячи верблюдов, принадлежавших сомалийскому племени Дагодиа Масере. Несмотря на большое число крокодилов, верблюли стояли по коленам в воде и, перекрывая блеяние овец, издавали громкие булькающие звуки. Вдоль границы располагалось несколько форпостов. Эль-Роба, живописный наблюдательный пост, построенный на больших скалах, и внушительные форты Эль-Вак и Малко-Мари. В реке Дауа мы, к своему удивлению, нашли редкую разновидность черепахи, которую мы видели также и на озере Рудольф. Было принято считать, что она обитает только на озере Рудольф и в реке Нил. Длина ее, от головы до хвоста, равнялась приблизительно одному метру. Шея длинная и тонкая, а треть панциря со стороны хвоста не такая твердая, как остальная его часть. Находясь в этом районе, мы посетили несколько гробниц в Харанье и гробницу святого шейха Хабимура. Все гробницы были почти скрыты под полосками кожи, которые пилигримы привязывали к окружающим их кустам. Затем из северной Кении я отправилась на юг, чтобы зарисовать представителей племени Эвета на границе с Танзанией. Путешествие по Сахаре и возвращение в Кению В соответствии с постановлением английского правительства должностные лица, находящиеся на службе в Африке, должны были иметь отпуск через определенные промежутки времени. Это правило особенно строго соблюдалось в отношении людей, работавших в тропиках. Джордж не выполнял его и срок накопленных им отпусков достиг двух лет. В 1953 году ему фактически было приказано ехать в отпуск. Чтобы перемена климата сказалась на нем не так резко, я предложил отправиться в Англию не самолетом, а пересечь Сахару на машине. Мы выехали в марте, несмотря на то, что близилось время песчаных будь, когда этот район на целых шесть месяцев становился недоступным. Дабы не оказаться в пути на Миле, мы воспользовались договоренностью с французским посольством в Найроби и сделали в банк вклад, дающий путешественникам право получать бензин в различных встречающихся на их пути фортах. Эта договоренность предусматривала в случае необходимости также обеспечение нас необходимой помощью. Мы выбрали путь через центральную Сахару, привлекавшей нас больше, чем путь в восточном или западном направлении. У нас был прицеп для перевозки лагерного оборудования и Джордж взял с собой огнестрельное оружие в надежде поохотиться на антилоп Канн в районе озера Чад, а также на гривистых баранов и других животных, которые могли попасться по пути. Когда мы пересекали границы Уганды, из-за этого оружия возникли затруднения. За пользование им требовалась уплата пошлины, но если бы мы заплатили пошлину, то остались бы сами почти без денег. После бесконечного и бесплодного спора я расплакалась. Рассердевшись, Джордж тихонько толкнул меня, но тут сердце таможенника смягчилось. Он запломбировал ружья и, взяв с нас обещание не пользоваться ими, разрешил нам увезти их с собой. Когда в дальнейшем на пограничных постах возникали какие-нибудь затруднения, Джордж снова толкал меня, но теперь он шептал при этом «Начинай скорее плакать». Мои слезы действительно творили чудеса. Мы проехали несколько сот километров по листву и турии, плотная зеленая стена которого, тянущаяся вдоль дороги, чуть не довела меня до клаустрофобии. Примечание. Клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства. Одну ночь мы провели в гостях у доктора Питмана и его жены, американцев, живших в уединенной гостинице для путешественников и обладавших сказочной коллекцией образцов старинной резьбы по дереву, собранных на западном побережье Африки. Они поселились там с целью изучения племени пигмеев. Вместе с ними мы посетили деревню пигмеев, где нам удалось наблюдать, как эти маленькие люди выделывают для изготовления одежды лыка и затем используя растительные краски, рисуют на нем интересные узоры. Мы также видели, как пигмеи охотятся. Мужчины стояли с отравленными стрелами на готове усети, которая была растянута в лесу, а женщины при помощи колотушек загоняли в нее дичь. С раннего возраста мальчиков пигмеев обучают меткой стрельбе. Они становятся в круг, в середине которого находится юноша. У него в руках мяч, привязанный к шнуру. Он бросает его так, что мяч пролетает мимо мальчиков, а они в это время стреляют в него из лука. Пигмеи очень храбрый народ. Мужчины отваживаются пройти прямо под туловищем слона, чтобы пронзить его сердце своими крошечными копьями. Однажды вечером мы услышали хор пигмеев. Каждый участник пел только одну ноту в нужный момент, и таким образом создавалась мелодия. Я подумала, что даже гораздо более искушенные певцы вряд ли могли бы достичь такой превосходной согласованности без дирижера. Миновав лес и турии, мы попали в царство кустарников, где увидели много своего рода пагод по колено высотой, причем некоторые из них насчитывали до семи ярусов. Это были постройки термитов. Очевидно, сооруженные ими так, чтобы их поверхность была максимальной и могла впитывать как можно больше влаги. Эти термитники твердые как камень, и их нередко используют для покрытия дорог. У форт Крампель нам предложили взять молодого полосатого мангуста, и у нас не хватило духу отказаться, ибо Крампель, как мы его потом окрестили, признал нас с первого взгляда, перепрыгнув с руки своего бывшего владельца на мою и ясно давая этим понять, что отныне мы его приемные родители. Мы никогда не сожалели о таком решении малыша Крампеля и очень его полюбили. Из форт Крампель наш путь лежал в форт Аршамбо, который находится на равном расстоянии от Атлантического и Индийского океанов. Здесь любые товары стоят дороже, чем в других местах, потому что все от ниток до мебели доставляется на самолете за большие деньги. Мы надеялись, что здесь Джордж сможет поохотиться на антилоп Канн и попросили в департаменте охоты порекомендовать нам белого охотника профессионала. На следующий день у нас появился человек с чайником в руках, который, видимо, был единственным предметом его походной экипировки. Наш путь лежал через французскую экваториальную Африку, и рекомендательные письма, данные мне Луисом Лики, в которых он просил старейшин племен разрешить мне фотографировать, сослужили мне немалую службу. Примечание. Политика административное объединение французских владений в экваториальной Африке в 1910-1958 годах. К 1958 в Феа образовалось несколько независимых государств и территорий. Мы смогли увидеть глиняные хижины бутылкообразной формы, стены которых были красиво разрисованы, и живших между Кумрой и Лаи африканцев из племени Ким, у которых были живописные прически и великолепные украшения. Мне даже удалось сфотографировать близ Кембе нескольких девушек племени Банда в костюмах, предназначенных для обрядов празднования. Когда мы достигли французского Камеруна, мы увидели глиняные хижины, принадлежавшие Геезам, построенные на вершине высоких холмов и хорошо скрытые от постороннего взора валунами. Примечание. Подопечная территория под управлением Франции, так называемый Восточный Камерун. В 1960 году провозглашен независимым государством. В 1961 году вместе с Юрным Конго образовал Федеративную Республику Конго. В 1972 году Федеративная Республика Конго преобразована в Объединенную Республику Конго. Этот народ, так же, как и Мофоусы, живущие между Мэри и Мора, прекрасные ткачи. Как и в Кении, здесь ткачеством занимаются только в районах, расположенных северу от экватора и преимущественно мужчины, пользующиеся примитивными ткарскими станками. Они ткут полотой материи шириной около пяти сантиметров, которые потом сшиваются в свободные одежды, спускающиеся до колен. Члены племени Подоко близ Моро мастера гончарного производства. Их гончарные изделия по высоте доходят человеку до плеча и напоминают изделия племени Хауса в Нигере. При содействии местных эмиров мне удалось сфотографировать женщин племен Фулани, Хауса и Мадара и женщин племен Болева и Канури. У всех этих женщин были сложные тщательно продуманные прически, которые мне очень хотелось запечатлеть. Все это вызывало особенный интерес, так как людей, одевающихся в традиционные одежды, становилось со временем все меньше и меньше. Эмир Мохаммед из Хики был чрезвычайно любезен. Он даже сам позировал мне, чтобы успокоить людей, которые с подозрением относились к фотоаппарату. К нашему огорчению крампель вдруг сильно заболел, и мы отправились в город Кано к ветеринару, но он не смог спасти маленького мангуста. Кано знаменит своими красками индиго и древними городскими стенами. На рынке Кано есть глубокие круглые колодцы, в которых получат окрашенные хлопчатобумажные ткани. Пока мы были там, я купила себе одежду, которую местные жители носят в условиях пустыни. Она была сделана из хлопчатобумажной ткани с отверстием посередине, в которое просовывалась голова, в то время, как остальной материал свободно падал с плеч до самых ног. В то время мне казалось, что в этом наряде я выгляжу смешно, но в настоящее время оно вполне сошло бы за модное платье. Во время дальнейшего нашего путешествия мы ехали по плоской равнине. Единственное, что на ней было, это однообразный кустарник, который ветер заставлял выделывать необычайно причудливые движения, и нам казалось, что он исполняет какой-то дьявольский танец. В Алжире близ Геззамира и Геззаме мы видели много доисторических наскальных изображений антилоп и жирафов, которые могут служить доказательством существования здесь в пустыне когда-то богатой растительности. Однажды, когда мы завтракали среди обширной песчаной равнины, лишенной каких-либо возвышенностей, откуда-то вдруг появился рябок и направился к единственному прохладному месту в тень нашей машины. Примечание. Рябок птица размером с некрупного голубя, обитатель открытых сухих ландшафтов пустынь и полупустынь. Здесь он упал в изнеможении. Я положила его к себе на колени, обрызгала водой и, приоткрыв клюв, смочила ему горлышко, но он все еще казался совершенно безжизненным. Когда мы снова двинулись в путь, я продолжала держать рябка на коленях с расправленными крыльями, чтобы ему было прохладнее. Через некоторое время он открыл глаза, вздрогнул и взлетел, уносясь обратно в пустыню. Во время одной из следующих остановок, когда мы сидели за завтраком, из-за скалы появился Туарег. Примечание. Туареги представляют собой южную группу берберских кочевых племен. У него была благородная внешность. Он сидел на прекрасном, белом и, очевидно, чистокровном верблюде. лицо ездока было закрыто характерное для жителей тех мест тканей цвета индиго, но его осанка была внушительна. Когда мы молча поприветствовали друг друга, он сошел с верблюда и угостил нас верблюжьим молоком в медной чаше, украшенной чеканкой. Мы же могли предложить ему взамен только консервы. Во время разговора язык мало помогал нам, хотя мы чувствовали, что между нами установился полный контакт. Через некоторое время Туарег покинул нас, канув в неизвестность. Некоторое время спустя мы миновали шатры, принадлежавшие кочующим Туарегам. Нас пригласили посетить некоторые из них, и я была поражена, увидев среди скудных предметов домашнего обихода, деревянные сундуки, набитые серебром. Лица всех Туарегов, за исключением детей, были закрыты. Их одежда цвета индигу резко контрастировала с красными, желтыми и зелеными холмами, ведущими к нагорью Ахагар, которое было темно-красного цвета. Горный массив, подвергнувшийся процессом эрозии, по форме напоминал колонны, упирающиеся в небеса. До сих пор сыпучие пески почти не доставляли нам неприятности, если не считать некоторой потери времени, когда мы их объезжали. Но здесь эти объезды стали настолько частыми, что нам пришлось надеть гибкие, скрепленные металлической цепью волки на передние колеса, чтобы обеспечить сцепление. Вода тоже не была проблемой, если не считать того, что часто требовалась веревка вдвое длиннее, чем было указано в пути водителя, чтобы вытащить ее из колодца. До сих пор ничто в нашем путешествии не вызывало тревоги. Но с началом жаркого сезона и песчаных будь условия поездки ухудшились. Гнетущее впечатление производили тысячи мертвых перелетных птиц, покрывающих пустыню, у которых глаза и клювы были забиты песком. Только сейчас я осознала, как много перелетных птиц гибнет во время миграции. Был один момент, когда мы не на шутку испугались. Одна деталь нашего двигателя сломалась и требовала сварки. Джордж попытался произвести временный ремонт, но безуспешно, и мы застряли на ночь, а за это время движущийся песок покрыл наш лагерь слоем до десяти сантиметров. Пережив настигшую нас маленькую песчаную бурю, мы поняли, как мудро поступают власти, запрещая въезд в Сахару на протяжении тех шести месяцев, когда там властвуют такие бури. Нас выручило то, что утром неожиданно появилось три лендровера. Это были первые машины, встреченные нами за все время путешествия по пустыне. Они принадлежали одному американцу, ведущему разведку нефти, и, к счастью, у их хозяев нашлась необходимая нам деталь. по мере нашего продвижения на север местность становилась все более скалистой. Наконец, мы достигли форта Берберов в Эль-Голеа. Неподалеку было четыре города Гордая, Эль-Атёв, Бени-Изгене и Бул-Нуара, скрытых песчаными холмами. Казалось, что в этом месте время остановилось несколько столетий назад. Люди этих городов жили настолько замкнуто, что не посещали друг друга, и, конечно, никому из иностранцев не было доступа ни в один из них. Убедить Берберов, что я приехала как друг, было очень трудно, но мне все же удалось это сделать, и они разрешили мне фотографировать их. На следующем этапе нашего путешествия оазицы с поселениями стали попадаться все чаще, и вдруг перед нами как будто раздвинулся театральный занавес. Мы увидели массу цветов и горы Атлас во всем их весеннем великолепии. Переход от голой пустыни к этим садам Эдема был таким внезапным, что из моих глаз неожиданно брызнули слезы. Мы продолжали наше путешествие по Алжиру и Марокко, пользуясь в целях экономии своими палатками. После совершенно безлюдной пустыни мавританская мистика и католическая помпезность в сочетании с европейской культурой производили ошеломляющее впечатление. Не было ничего удивительного в том, что мы влюбились в города Фес и Рабат, в Маракеш, даже в современную Касабланку, где мы распрощались с Африкой. Здесь мы пересекли Гибралтар и оказались в Испании, в городе Кадисе. Несколькими днями позже мы спустились по деревянным приставным лестницам в глубокие пещеры. Там при мерцающем свете ацетиленовой лампы мы увидели наскальное изображение мамонтов, очень схожее с тем, что были обнаружены нами вблизи озера Рудольф. В то время испанские пещеры не были открыты для посетителей и только благодаря нашему рассказу об африканских наскальных рисунках для нас было сделано исключение. Позднее мы посетили Альгамбру. Примечание Бальнеологический курорт с минеральными источниками на юге Франции место паломничества католиков. Там мы увидели покрытые снегом вершины гор Сьерра Невада сверкающие высоко над облаками и это зрелище было для нас таким искушением что мы не удержались от восхождения хотя у нас и не было подходящей одежды для подобного рискованного предприятия. Благодаря одному из друзей мы получили возможность остановиться на несколько дней в заповеднике Грэдос. Проводник отправился с нами верхом в горы где нам удалось близко наблюдать неуловимых горных козлов и восхищаться их способностью сохранять равновесие при спуске соответственных скал. Затем мы отправились на север чтобы посмотреть на стенные изображения в пещере Альтамира. Меня поразила способность первобытного человека выражать свои мысли с помощью изображений животных символов. Пересекая Пирении мы посетили Лурд примечание итальянское наименование 15 века в эпоху Кватроченто наблюдался расцвет культуры раннего возрождения. Вид безнадежно больных пилигримов повторно пришедших для того чтобы помолиться перед пещерой в которой вдоль стен грудами лежали отброшенные костыли был впечатляющим. В городе Орле во Франции мы посмотрели Кариду значительно более гуманную чем в Испании так как в Провансе для того чтобы добиться победы нужно лишь суметь сорвать стрелку как каждую с рогов быка а животное остается невредимым. Посетив города Авеньон и Каркасун мы отправились в Монако чтобы посмотреть аквариум с коралловыми рыбами. Это зрелище представлялось нам более интересным чем игра в казино. Пересекая границу Италии мы поднялись к мраморным карьерам Карары. Для меня они представляли особый интерес так как добываемый здесь мрамор самый высококачественный из всех видов белого мрамора использовали для своих произведений Микеланджело и другие скульпторы эпохи Кватроченто. Мне хотелось показать Джорджио мои любимые итальянские картины. Но в галереи были битком набиты туристами с гидами громко говорившими на разных языках и атмосфера царившая здесь не располагала к созерцанию шедевров. И все же несколько недель спустя Джорджио вдруг заметил что Мадонна Медичи во Флоренции была самой прекрасной вещью какую он когда-либо видел. Моя надежда на то что он оценит искусство Европы главная цель нашего посещения Италии явно осуществилась. Зрелище Доломитовых Альп которые мы пересекли дважды прежде чем попасть в Австрию привело нас в восторг В Тироле мы остановились у моих друзей с которыми я до моего переселения в Кению много раз каталась на лыжах в свободное от занятий время. Мы провели там несколько счастливых дней бродя по горам и собирая Эдельвейсы и Рододендроны которые росли вдоль горных ручьев. Под руководством моего друга Джордж забрался на один из внушительных отвесных склонов Карвендельского хребта. Мы с восхищением наблюдали за Серной с детенышами в глубокой и хорошо защищенной горами долине мы заметили множество козлят за которыми наблюдала старая Серна пока их матери послез на более высоких склонах. Когда они вернулись и раздался их резкий свист малыши вспрыгнули на каменистую осыпь и присоединились к матерям. Я знаю многих животных в Африке у которых существуют такие же детские сады но до сих пор мне еще не приходилось наблюдать этого у европейских животных. Посмотрев представление на Зальцбургском фестивале в Австрии мы отправились в Федеративную Республику Германии где хотели увидеть бывший дом Гитлера в Берхтесгадене. Но к настоящему времени все здания принадлежавшие фашистской верхушке были разрушены за исключением дома Геббельса превращенного в мотель. На находящемся рядом с ним озере Керникзея было так много туристов что потребовался бы целый день чтобы попасть на один из курсировавших по озеру пароходов. Однако когда мы на английском языке попросили предоставить нам частную лодку то получили ее буквально через несколько минут. Возвратившись в Австрию мы поехали к ледникам горы Гросглокнер самой высокой горы в Австрии ее высота достигает 3797 метров. К сожалению позднее когда мы прибыли в Шимони в надежде увидеть Монблан самый высокий 4807 метров из пиков в Альпах погода испортилась и небо покрылось тучами. Через эту горную цепь предполагалось проложить туннель который соединил бы Италию со Швейцарией. Наконец мы отправились в Вену где моя семья и друзья горели желанием встретиться с Джорджем. К 1953 году Вена постепенно возродилась после войны но для меня дух прежней довоенной Вены ушел навсегда. Я чувствовал себя здесь туристом посещавшим бывший дом. Мы продолжили свой путь в Швейцарию через Энгаден а затем во Францию где после стольких долгих лет отсутствия мы отдали должное Парижу. К тому времени мы были настолько переполнены впечатлениями что я была искренне рада наконец прибыть в Англию. Друзья пригласили нас с Джорджем к себе в Норфолк где у них был прекрасный загородный дом и показали нам все прелести загородной жизни восточной Англии того времени. Потом мы поехали в другие районы Англии и Шотландии навестить друзей и родственников Джорджи. В Шотландии мы могли восхищаться очарованием ее поздней осени когда серебристые озера окаемлены красноватыми папоротниками. Нам даже удалось провести семь дней на острове Скай а затем мы поехали в Саутерленд где я смогу насладиться его нетронутыми пейзажами. Когда мне случалось в беседе упоминать о зарисовках африканцев из кенийских племен в традиционных костюмах это всегда вызывало неизменный интерес и потому я приняла предложение кенийского журнала провести турное по стране с лекциями на английском языке сопровождаемыми демонстрацией слайдов снятых с моих зарисовок. До этого мне никогда не приходилось читать лекции и такое предложение меня вначале несколько испугало, но поскольку от меня требовалось только объяснение того, что было изображено на слайдах, то лекции имели большой успех. Однажды мне пришлось выступать перед женской аудиторией в 300 человек, где все слушательницы были старше меня. Так как мужчин не было, то вскоре женщины отбросили стеснение и стали задавать вопросы, возможно, интересные для каждой из них. Лекция прошла с большим успехом. Воодушевленно этим, я стал искать издателя, готового опубликовать книгу о народах Кении, которую я собиралась писать. Она была предназначена главным образом для читателей, интересующихся африканской этнологией, и для ее издания требовался компетентный в этой области издатель. Я предполагал снабдить книгу большим количеством иллюстраций, и мне посоветовали поехать для этой цели в Швецию. Я отправилась туда в середине января 1954 года. Никогда раньше я не была так далеко на севере. Световые эффекты в это время года в Швеции были сказочно прекрасны и, контрастируя со свежевыпавшим снегом, подчеркивали все особенности великолепной архитектуры Стокгольма. Упомянутый мною ранее Оке Хольм встретил меня в аэропорту, устроил мне встречи с интересными людьми и взял на себя организацию моих лекций. У меня состоялось несколько бесед с профессором Линдбломом, крупным антропологом, с книгами которого я была знакома и даже знала его теорию о том, что в Африке повсюду, где встречаются аутригеры, должны быть также маски и ходули. Примечание аутригер, шлюпка с выносными уключенными. Мои изображения племени Дурума, живущего к югу от Мамбасы на Кенийском побережье, подтвердили эту догадку. К сожалению, я не нашла издателя для своей книги и потому сосредоточила все внимание на чтении лекций о племенах Африки. Затем я отправилась в город Упсала, где Оке договорился о прочтении мною еще нескольких лекций. Одну из них я читала в том самом зале, где Линней излагал свои соображения о ботанике. Меня глубоко взволновала представившаяся мне возможность выступать с той самой кафедры, с которой этот ученый говорил о систематике растений и животных, не утратившей своей ценности до наших дней. Упсала была покрыта глубоким снегом, и все жители передвигались на лыжах. Окружающая город-местность была равнинной, и потому ближайшие высокие курганы, которые на самом деле были могилами времен викингов, пользовались большой популярностью у лыжников. Из Швеции в приподнятом настроении я возвратилась в Англию, где меня тепло приняли в Кью-Гарденс, британском музее, и у музея естественной истории, видимо, памятуя о присланных мной сюда из Кении коллекциях насекомых, растений и этнографических материалах. Представители дирекции и музеев проконсультировали меня о том, какая тема наиболее заслуживает дальнейших исследований и будет несомненно представлять особый интерес. В результате я направилась в Кению со множеством новых идей. Джордж вернулся туда раньше меня. Озеро Рудольф В 1955 году, когда губернатор Баринг покидал Кению, мне предложили сделать для него большую красочную карту. Баринг выразил намерение совершить поездку к озеру Рудольф и Джордж попросили сопровождать его. Помочь подготовить рыболовные снасти, необходимые для ловли нильского окуня, гигантской тилапии и терапона, а также дать совет, где лучше расположить лагерь в этом малогостеприимном районе. Самой сложной проблемой была транспортировка деревянной плоскодонной лодки около 5 метров длиной с двумя моторами, прикрепленными за бортом по неровной местности, покрытой лавой, до Лоянгалани, единственного места на южной оконечности озера, где можно было добыть пресную воду. Джорджу давно хотелось исследовать остров Южный, но после трагической экспедиции в 1934 власти запретили ему предпринимать попытки добраться туда. Теперь, имея в распоряжении лодку, которая была намного совершеннее нашей брезентовой шлюпки, он был намерен достигнуть острова Южный. Остров Южный, имеющий около 16 километров в длину, находится на расстоянии 20 километров от материка, а администрация его помещается в Марсабите. Уполномоченный этого района был нашим другом и весьма сочувственно отнесся к нашему проекту, а потому обеспечил меня сопровождающими до Нортхора крошечного форпоста, расположенного в небольшом оазисе поросшем пальмами Дум, где верблюды и рябки постоянно соперничали из-за воды с местными полицейскими. Здесь меня встретил Ибрагим, наш шофер, и оставив нашу машину, мы отправились дальше в Лендровере. Ехать было очень трудно. Мы лавировали между валунами или увязали в рыхлом песке. Я не могла себе представить, как удалось протащить большую лодку по этой дороге. Когда мы добрались до берега озера Рудольф, один рыбак из Эль-Моло, плывущий на плоту, помахал гигантской телапией, а потом предложил ее нам в подарок. Великодушие этих бедных людей совершенно обезоруживающее. Джордж встретил нас в Лоиан-Галлане, где после пустынной местности, покрытой потоками лавы, приятно было насладиться тенью пальм. Джордж, находившийся возле озера уже неделю, заметил, что через каждые два-три дня ветер здесь меняется, и что за этой переменой следует период затишья, длящийся 4-5 часов. Он решил, что на следующий день, в один из периодов затишья, мы сможем переплыть на остров Южный. Весь вечер мы готовились к отъезду. Необходимо было свести поклажу до минимума, чтобы оставить в лодке место для двух моторов. Наш груз состоял из винтовок, пистолета, ракет, некоторых инструментов, фотоаппарата, полевого бинокля, рыболовных снастей, ряда лекарств, включая набор противозмеиной сыворотки, полбутылки виски, была также и кастрюля с ручкой для приготовления пищи и вычерпывания воды из лодки. О том, чтобы взять с собой смену одежды, не могло быть и речи. Джордж прихватил еще плавки, а я очень тонкое старое одеяло. На следующий день нам пришлось отказаться от своего плана, так как на озере из-за сильного ветра поднялись волны. Я нарисовала одного из тех жителей Эль-Моло, которые сидели на корточках в нашей палатке. Остров был недостижим для их бревенчатых плотов, и они взволнованно обсуждали наши шансы попасть туда и вернуться невредимыми. Они рассказывали нам об этом острове разные легенды. Одна из них была такова. Однажды, много-много лет тому назад, молодая беременная женщина пасла своих коз в теперешней южной части озера. Она подошла к источнику и без всякой задней мысли подняла камень и бросила его в устье ручья. Вдруг устье разверзлось, и из него стремительно хлынула вода, заливая все вокруг. Молодая женщина бежала со своими козами в горы, которые оказались окруженными водой и превратились в остров южный. Здесь она родила близнецов, потомки которых со временем заселили остров. Но теперь на острове остался только ужасный демон, который в облике козла обитает в одном из кратеров. Каждого, кто отваживается перебраться на остров, он заманивает в кратер и пожирает. В другой легенде рассказывается о том, как члены одного семейства Эльмола, жившего в горах, однажды проснулись и обнаружили, что их со всех сторон окружает вода. У них не было лодок, и они вынуждены были остаться на месте и в конце концов вымерли. В живых остались одни козы. Старые люди Эльмола говорят, что их отцы рассказывали им, будто видели костры на острове, но возможно это был отголосок вулканической деятельности. Остальную часть дня мы посвятили тому, чтобы сделать нашу лодку непотопляемой. Мы прикрепляли к ней пустые банки и резиновые шины. Пока мы были заняты делом, около нас совершенно неожиданно появился лендровер. В нем было несколько репортеров и уполномоченные из Маралала, намеревавшиеся посетить племя Эльмола. Так как нас поймали с поличным, нам пришлось раскрыть свой план, и тут тотчас же защелкали камеры. Но я потребовала от журналистов обещание не публиковать никаких материалов, пока не будет ясно, вернулись ли мы в целости и сохранности или погибли. На следующий день Джордж сильно волновался. Ему нельзя было задерживаться, и если бы мы не смогли вовремя уехать, наше путешествие вообще могло бы не осуществиться. На озере были бурные волны, и оно стало совсем угрюмым. Чтобы использовать свободное время, мы поехали на машине к горе Пор, похожей на пирамиду. Там мы наблюдали крокодилов, живущих в озере, и птиц на берегу. Птиц было множество. Колпицы, бакланы, утки, гуси и священные ибицы. А затем мы посетили деревню племени Эль-Моло, где нас встретили очень гостеприимно, так как люди этого племени помнили наше прошлое посещение. Джордж все время поглядывал на озеро и на остров, бывший целью нашего путешествия. Я надеялся, что он откажется от попытки плыть туда, и Брагим разделял мои надежды. Однако я твердо решил его сопровождать, если бы он все же отважился плыть. Через некоторое время озеро начало успокаиваться, и Джордж отправился спускать лодку на воду. Мне стало как-то жутко, и я спряталась за большой камень, чтобы собраться с духом. На старом конверте я написала завещание и отдала его Ибрагиму с просьбой вручить его уполномоченному Васиола «Если я не вернусь». Ибрагим положил его в карман своей куртки, а когда я садилась в лодку, он схватил мою руку, и я увидела у него на глазах слезы. Джордж изо всех сил дергал шнур, но без всякого результата, и в первый момент у меня появилась надежда, что мы не тронемся с места. Но вдруг сдался звук, похожий на пулеметную очередь, мотор взрывел, и мы отправились в путь. Я держала в руках ружье и следила за крокодилами. Когда мы прошли 3-4 километра, Джордж крикнул, что возможно нам придется повернуть, так как озеро становится слишком неспокойным. Но мы все же продолжали плыть к острову. Доплыв почти до середины озера, лодка начала забирать воду, что вызывало у нас немалую тревогу. Однако, поскольку мы к тому времени уже наполовину переправились через озеро, о возвращении не могло быть и речи. Чтобы достичь залива, который мы видели с материка, потребовался час с четвертью, и за это время никто из нас не произнес ни слова. мы пристали к берегу в хорошо защищенной бухте с песчаным дном, где вода была кристально чистой и буквально кишела рыбой. Джордж вытащил удочку, но рыба не шла на блесну. Я же принялась исследовать ближайшие окрестности. Весь берег был покрыт крошечными розовыми раковинами слоем в несколько сантиметров. И мне показалось, что эта небольшая бухта была родильным домом для крокодилов, яйца которых были разбросаны повсюду. Мы начали искать удобное место для лагеря, чтобы как-то защитить себя от крокодилов и других непредвиденных опасностей, так как мы рассудили, что если на острове есть дикие звери, то они вероятно не знают человека и не будут его бояться. Земля вокруг нас была довольно густо покрыта кустами и ползучими растениями. Выше поднимались белые утесы с четко проступающей на них черной лавой. Вскоре мы обнаружили, что пристали к небольшому островку, отделенному от острова Южного в самом узком месте протокой. мы осмотрели в бинокль берег острова Южного и на расстоянии примерно полутора километров заметили небольшой пляж, который казался удобным для высадки. К сожалению, в этот момент он был занят крокодилом длиной около семи метров. Я вовсе не горела желанием воспользоваться гостеприимством такого хозяина, но погода менялась и нам нельзя было терять времени, если мы хотели высадиться до наступления темноты. Мы поспешили к лодке и вскоре высадились на берег, где, как я с облегчением заметила, крокодила уже не было. Тем не менее, я держала ружье на готове и все время с тревогой следила за поверхностью озера. На берегу мы обнаружили песчаную отмель и вытащили на нее нашу лодку. Джорджиу никогда не было свойственно проявлять эмоции, но по тому, как он набивал трубку и разжигал ее, я видел, что он возбужден и обрадован тем, что, наконец, оказался на острове. То, что окружало нас, показалось мне далеко не привлекательным. Прямо позади нас и по обеим сторонам виднелась неровная поверхность лавовых потоков, но в этот момент нам было не до детального знакомства с пейзажем. Нужно было найти укрытое место, где можно было бы провести ночь. Мы выбрали расселенную в одиноко стоящей скале у самого берега. Она была такой длины, что могла вместить нас обоих, если мы ляжем валетом. Мы вытащили из лодки большую часть своего имущества и закрепили все вещи камнями, чтобы их не сдуло ветром. Затем выбросили из расселены самые крупные куски лавы, чтобы можно было лечь на гравий. Пока мы этим занимались, по ту сторону озера вспыхнули и засветились огни лендровера. В ответ Джордж выпустил сигнальную ракету. Фары береговой машины вспыхнули три раза. Затем последовала очередь трассирующих пуль. Люди очень радовались, что мы благополучно прибыли на остров. Обо всех сигналах Джордж подробно договорился с Ибрагимом. Один залп сигнальной ракеты означал все в порядке, три, у нас кончилась провизия, пять, нам нужна помощь. При двух последних Ибрагим должен был отправиться на машине в Норт-Хор и связаться по радио с Марсабитом. Когда наступила ночь, я натянула свое тонкое шерстяное одеяло, а Джордж завернулся в свою кикой. Мы делали вид, что нам удобно, но каждый раз, когда я поворачивалась, я ощущала, что лежу на гравии, и хотя это были не острые обломки лавы, но все же гравий есть гравий. Через некоторое время начался шторм. Шквалистый ветер вздымал волны на озере и пронизывал нашу расселину сильными ледяными порывами. Не было никакой надежды уснуть, и нам оставалось только ждать рассвета. Задолго до восхода солнца мы встали, развели огонь и вскипятили чай. на рассвете мы увидели, что волны со страшной силой бьют о лаву и брызги летят до шестидесяти метров в высоту. Вскоре мы заметили огни Лендроллера с берега. Верный Ибрагим явно хотел убедиться, что демон не сожрал нас в течение ночи. Позавтракав мясными консервами мы взяли с собой немного фиников и сухого печенья и начали взбираться вверх по хребту. Путь был очень утомительным и часто опасным. Мы держались края лавовых потоков, стараясь обойти трещины и выбирая тонкие участки лавы, отдававшие при нашем продвижении пустотой. Иногда лава прогибалась под ногами и нам приходилось перепрыгивать на другой более прочный участок. Перебираться через острые зубцы лавы и взбираться вверх по неровной хрупкой поверхности лавовых потоков было недогкой задачей. К счастью, по верхней части склонов, покрытых шлаком и пеплом, идти было значительно легче. Добравшись до седловины, я увидел ряд тянущихся вдоль горизонта кратеров. Джордж указал на небольшое стадо коз, которые ничем не отличались от обычных местных коз, и, несмотря на недостаток травы, были, казалось, в прекрасном состоянии. У меня мелькнула мысль, что в легендах Эль-Моло могла быть доля истины. У вершины первого кратера мы нашли пирамиду из камней, очевидно, сложенную Дайсоном и Мартином членами экспедиции Фукса 1934 года, которые тогда утонули у этого острова. Дул неприятный ветер, и нам нельзя было мешкать. Я собрала несколько растений, в том числе портулак, и сложила их в свою сумку для коллекций. По пути к самой высокой вершине мы миновали небольшую долину, покрытую сухой растительностью, главным образом ладанными деревьями. Эти деревья растут очень медленно, и трудно было понять, как им удалось достичь зрелого возраста там, где с трудом удерживалась другая растительность. Вблизи вершины ветер был таким сильным, что несколько раз опрокидывал меня, требовалась большая решительность, чтобы подставлять грудь под его яростные порывы, но мы все же добрались до вершины и сочли, что наши усилия не пропали даром. Перед нами во всем своем великолепии раскинулся остров. Можно было разглядеть три фазы вулканической активности. Несколько больших вулканов извергали свою лаву в восточном направлении, и ее отвесные красные потоки не спадали в озеро. Это была та сторона, по которой мы взбирались. Самое последнее извержение, по-видимому, произошло с северной стороны острова, где желтоватый тух был перекрыт черными, как смоль, потоками лавы. Западная сторона выглядела совершенно иначе. Она состояла из пологих с мягкими очертаниями холмов, покрытых редким кустарником, а вдоль берега тянулись пляжи и были удобные места для высадки. Кратер, находившийся ниже нас, был покрыт засохшими ладанными деревьями. Здесь мы увидели еще одну пирамиду из камней и еще несколько таких же пирамид у самых дальних кратеров. Мы тоже построили свою пирамиду и начали обратный спуск. Он был трудным, особенно для Джорджа, у которого на ногах были легкие сандалии. Мы пошли кратчайшим путем, чтобы успеть на берег к вечернему сигналу Ибрагима. Озеро еще не успокоилось и не было надежды наловить рыбы на ужин. Поэтому мы согрели банку говядины и усовершенствовали свое спальное помещение, сложив из камня стены с каждой стороны расселены, чтобы защитить себя от ледяных порывов ветра. Ярость ветра все увеличивалась, и эта ночь показалась нам еще длиннее предыдущей. Но я забыл о все неудобства, когда Джордж появился рано утром с телапией, которую он застрелил из ружья. Он был хорошим поваром, и мы превосходно позавтракали, а затем полная энтузиазма отправились обследовать южную часть острова в надежде обнаружить лагерь Дайсона и Мартина. Мы миновали несколько больших заливов, кишевших крокодилами, которые при нашем приближении соскальзывали в озеро. Нас удивила, откуда у них такая осторожность, если они на острове никогда не видели человека, и потому не могли считать его своим врагом. Мне пришла в голову мысль, что вероятно они выросли на континенте и затем перебрались на остров. Когда мы достигли протоки в том месте, где вчера сошли на берег, то невольно остановились пораженные огромным количеством крокодилов длиной 5-6 метров. Нас удивило также и то, что тилапии плавали среди них очевидно совершенно спокойно. Мы искали крокодила с длинной мордой, который, по слухам, жил в этом озере, но не смогли его обнаружить. Мы заметили еще одно стадо коз, и Джордж, подкравшись, сфотографировал их. Затем мы продолжили путь вдоль берега, и оказалось, что он был еще труднее, чем наш подъем накануне, так как нам приходилось пересекать лавовые потоки вместо того, чтобы идти вдоль их гребней. По дороге мы снова встретили стадо коз, которые, видимо, чувствовали себя превосходно, питаясь жесткой травой, росшей по берегу. Мы не обнаружили никаких признаков лагеря Дайсона и Мартина, но нас это не удивило, так как невозможно было себя представить, чтобы кто-либо высадился на этот негостеприимный берег, если его не вынудили к этому особые обстоятельства. Здесь повсюду лежали змеиные выползки, и я очень встревожилась, но Джордж успокоил меня, уверив, что змеи, встречающиеся здесь, должны принадлежать к тому безобидному виду полосатых песчаных змей, которых мы уже видели раньше. Я искал окаменелости, но безуспешно. Мы нашли только кости жирафа и бегемота, несомненно, принесенные сюда водой с материка. Когда мы вернулись к нашей расселине, озеро все еще было слишком неспокойным для рыбной ловли, и мы съели последнюю банку мясных консервов. Было приятно сидеть и смаковать рюмочку спиртного, пусть даже смешанного с солоноватой водой, которая придавала всему желтоватый зеленоватый оттенок, ибо нас окружал фантастически прекрасный пейзаж. Ближайшим фоном была застывшая масса лавы, спустившая со краев кратеров вулканов и покрывающая все на своем пути. Пейзаж был бы почти безжизненным, если не считать плавающих вокруг крокодилов, сброшенные кожи змеи и полных жизней коз. Мы были лицом к лицу с всепоглощающим величием природы, красота которой подчеркивалась сознанием того, что яростные штормы отнимут охоту у любого вторгнуться сюда и нарушить наше одиночество. «Кто не мечтал пожить на необитаемом острове, Адам и Ева? Для нас эта мечта осуществилась. Здесь мы были единственными существами, хорошо знавшими друг друга, полностью зависящими один от другого и постоянно окруженными опасностью. Но несвойственное мне чувство страха не покидало меня все время, пока я жила на этом острове. Страх перед его безжизненностью. Страх при мысли о том, что Джордж, который ловил рыбу, стоя на скользких скалах, может упасть в озеро и будет схвачен крокодилом, или что кто-нибудь из нас свалится в трещину, образовавшуюся в лаве. Страх при мысли о возвращении еще более опасном, чем наше путешествие сюда, потому что надо будет идти против ветра. Никогда до этого момента я не осознавала, как драгоценна жизнь. Не только наша собственная, но и жизнь окружающая нас. До сих пор само собой разумелось, что я проснусь под пение птиц, и мой взгляд упадет на цветы и деревья. Проснусь и увижу все вокруг таким же живым, как я сама. Но теперь упорный ветер держал нас в плену на этом острове смерти, а немилосердное солнце истощало наши силы. Третья ночь была еще страшнее предыдущих. Я вздохнула с облегчением, лишь когда наступил рассвет. Я позвала Джорджа, но он не откликнулся. Что же могло случиться? В панике я взобралась вверх по склону позади нашего лагеря, но не обнаружила никаких следов присутствия Джорджа. Я все время твердила себе, что он, видимо, ловит рыбу. Потом я повернула обратно и заметила черепки местных гончарных изделий, покрытые орнаментом. Это ненадолго отвлекло меня, но как только находки были упакованы для отправки в музей, страх вернулся. Чтобы убить время, я проверила одежду, предохранявшую нас от укусов змей, и сделала запись в дневнике. Прошло два часа, и к моей радости появился Джордж. Он нес детеныша крокодила и тилапию. После завтрака мы сняли с крокодила шкуру и починили свои изорванные ботинки, а потом пошли добывать топливо. На его поиски ушел весь день. Следуя по дороге, которую правильнее было бы назвать едва заметной тропой над уровнем полной воды, мы дошли до небольшой каменной стены длиной в несколько метров. Кто построил ее? и с какой целью? Неподалеку от нее мы снова нашли черепки и подобрали их, чтобы сравнить с теми, которые я отыскала на материке. Когда мы вернулись к своей расселине, Джордж стал ловить рыбу, и я очень опасалась за него, потому что его ноги скользили на влажных скользких скалах. Дело кончилось тем, что он убил тилапию и звуком выстрела оглушил двух маленьких рыбешек. Они были длиной пять сантиметров каждая, темно-красная, с переливчатыми зелеными пятнышками на плавниках. Разглядывая их, мы вдруг заметили внезапно поднявшуюся возле Джорджа кобру. Я сказала Джорджу, что мой страх перед ядовитыми змеями не лишен основания, и тогда он признался, что это утро убил маленькую кобру в моей так называемой походной постели. В тот же день некоторое время спустя я услышала, как Джордж зовет меня. Оказалось, что под грудой камней он обнаружил пустую бутылку из-под виски и несколько ржавых банок из-под сардин. Очевидно, Дайсон и Мартин останавливались на том же месте, которое выбрали и мы. Как все аккуратные люди, они закопали оставшиеся от стоянки мусор, прежде чем продолжить свое роковое путешествие. Утро, наступившее после холодной и бессонной ночи, принесло мало надежды на улучшение погоды, и мы решили исследовать северную окраину острова. Мы шли едва заметной тропой. Когда она затерялась, нам пришлось пробираться среди обломков лавы. Множество крокодилов соскальзывало в воду при нашем приближении. После трех часов пути мы подошли к широкой бухте с отлогим берегом. Он был покрыт галькой и мог бы служить прекрасной пристанью. На прежнем уровне озера, около пяти метров выше нынешнего, мы увидели среди других обломков круглый резервуар для бензина и часть патрубка. У нас уже не было сомнений, что это были обломки разбившиеся лодки Дайсона и Мартина. Они использовали два таких бензобака, чтобы сделать лодку более устойчивой. В этом месте я решил оставить один экземпляр своего дневника, подумав, что он может пригодиться будущим исследователям, если нас постигнет несчастье. Стена из лавы высотой пять метров преграждала конец залива. Мы перелезли через нее и пересекли несколько свежих потоков лавы. Они были черными, в отличие от более старых красного цвета. Самый северный кратер состоял почти сплошь из туфа. В нем мы нашли устриц и другие раковины. Они были единственными свидетелями доисторических форм жизни, какие мы обнаружили на острове, в то время как на континенте против этого места было множество ископаемых. Стоя на краю кратера, мы увидели красивое зрелище. На западе виднелся открытый залив с отличным местом для высадки. На вулканах, расположенных в северной части острова, не было видно каменных пирамид. На северном берегу, где скала отвесно уходила вглубь озера, мы с удивлением заметили тысячи больших тилапий, жадно объедавших отложения розового цвета, покрывавшие скалы. Спины многих из них высовывались из воды. подальше виднелись большие косяки рыб, напоминающие темные облака. У нас, конечно, возник вопрос, не пришли ли они сюда нереститься. Между тем ветер начал стихать, и Джордж предложил поспешить назад в надежде на то, что у нас появится возможность спуститься в обратный путь. мы горели желанием вырваться отсюда как можно скорее, ибо наша провизия была на исходе, а обувь почти совсем развалилась. Но как только мы возвратились в лагерь, ветер задул с новой силой и развеял наши надежды. Мы коротали время, собирая черепа, коз, змейные кожи, жуков, ящериц, многоножек, растения и маленьких красных рыбок и упаковывая их в пустые консервные банки. Уже семь дней мы были пленниками острова, и мне начинало казаться, что ветер никогда не уймется. Я живо представил себе нетерпение Дайсона и Мартина, такое же, как мое, когда они отважились на риск и попытались пересечь озеро, попытка, которая закончилась трагически. Я почти не спала в ту ночь и решила немного отдохнуть перед завтраком. Меня разбудил непривычный звук. Это Джордж волок по берегу лодку, готовясь к переправе. Озеро стало, несомненно, намного спокойнее. мы подготовились меньше, чем за пятнадцать минут. Джордж дернул за шнур, но мотор капризничал и отказывался работать. Тогда Джордж влез по поясу в воду, чтобы устранить помеху. И вдруг я заметила крокодила, который плыл совсем рядом с Джорджем, но не успела я закричать, как мотор заработал, Джордж прыгнул в лодку, и мы отправились в путь. Мне было не по себе. Сидя неподвижно на носу, я крепко сжимала в руках ружье и сосредоточила все внимание на крокодилах. Когда мы отплыли на километр от берега, озеро стало бурным и нас охватила тревога. Джордж спросил, не вернуться ли нам, но я не ответил и мы продолжали плыть дальше. Проплыв еще с километр, мы все-таки повернули назад. Оказавшись снова на острове, я принялась чинить свою обувь, потом упаковала черепа двух крокодилов, которые забыла взять с собой. После полудня озеро стало спокойнее, белые барашки исчезли и, сообразив, что времени остается в обрез для того, чтобы пересечь озеро до наступления темноты, мы снова пустились в путь. Пришлось вытащить кастрюлю, чтобы вычерпывать воду из лодки, и только когда мы подошли к материку, я испытала облегчение, но именно в этот момент мотор вдруг затвищал и заглох. Я схватила весла и приняла сгрести. Джордж проклинал мотор, находившийся за бортом, но быстро сообразил, что ничего страшного не случилось, просто кончился бензин. У нас был с тобой резервный запас, и мы снова поплыли. Вскоре мы заметили на берегу две человеческие фигуры, и я заплакала. когда мы приблизились к берегу, люди вошли в воду, чтобы встретить нас. Они сказали, что пришли сюда рано утром. Я поинтересовалась, как им стало известно, что мы прибудем сегодня. В ответ на мой вопрос они рассказали об одной девушке из племени Ринделе, обладающей даром ясновидения, которая сообщила им, что мы возвратимся именно в этот день. Как я узнала из их рассказа, в лагере, пока нас не было, царило такое напряжение, что люди не решали смотреть друг другу в глаза. Нас это очень тронуло. Вскоре прибыла машина и стала сигналить. Ибрагим был счастлив, когда узнал о нашем благополучном возвращении. Едва только мы прибыли в лагерь, вдруг, как из-под земли, появились Эльмола и стали забрасывать нас вопросами. Наконец, старейшина сказал нам, что хочет обосноваться на этом райском острове со всеми своими людьми и завладеть козами, число которых по нашему предположению составляло около двухсот голов. На следующее утро меня разгудил шум самолета, низкокружившего над нашим лагерем. Он сбросил две упаковки сигарет и послание, которое гласило «Рады, что вы вне опасности, разошлю это известие всем. Постскриптум примите поздравления от отдела аэрослужбы». Несколько часов спустя мы уже находились в Нордхоре и были встречены двумя европейцами, прибывшими из Морстобита, чтобы нас спасать. Затем появились пять офицеров полиции, направленных сюда с той же целью. Оказывается, наш секрет был открыт, потому что Джорджи ожидали на важном совещании в Найроби. Когда выяснилось, что его там нет, стали наводить правки и беспокоиться, не подвергаемся ли мы опасности. Тогда специальные уполномоченные из Мара-Лала сочли, что обстоятельства обязывают их сообщить о нашем намерении отправиться на Южный остров. Услышав эту весть, власти так всполошились, что полицейский из Исиола сразу же заказал две могилы на кладбище Ньери. Позднее он вызвал нас к себе в кабинет и сначала сделал Джорджу выговор за неподчинение приказам и за то, что он вынудил администрацию уплатить спасательной команде, но под конец заметил, улыбаясь, что гордится нашими достижениями и что ему самому очень хотелось бы побывать на острове вместе с нами. Единственное, что мы могли сообщить в результате нашей экспедиции, это некоторые данные об острове Южном преимущественно негативного порядка, отсутствие диких животных, за исключением присмыкающихся и летучих мышей, малочисленность птиц, скудность растительности. Что же касается коз, то мы думали, что объяснение Хеннеля может быть правильным. Вполне вероятно, что семейство Эль-Мола вместе с козами было захвачено бурей врасплох в момент переправы с одной части материка на другую и снесено на остров. Вернуться же обратно на своих утлых плотах они не могли. Тогда же я написала рассказ о наших приключениях и в надежде на то, что хотя бы один из нескольких журналов им заинтересуется, изложила его в пяти вариантах и отправила в пять разных периодических изданий, сопроводив фотографиями. Случилось так, что все пять, включая Geographical Магазин Королевского Географического Общества Англии, их напечатали. Эльса Однажды Джорджа попросили застрелить льва, убившего человека из племени Боран. Мы отправились выслеживать его вместе с Кеном Смитом, недавно поступившим в департамент охоты и прикомандированным к Джорджу для приобретения опыта. и разбили лагерь в Мялкалорнии в районе Кинна. Эта часть северной пограничной провинции Кении находится в ста километрах от Исиола в стране Боранов. В этом районе было столько браконьеров, что Джорджу приходилось проводить здесь довольно много времени. Кеном отправились искать льва людоеда, а мы с моим доманом Пати остались в лагере, мне и в голову не могло прийти, что в это утро моя жизнь навсегда переменится. Через несколько часов машина вернулась, и я сразу же поняла, что охота была успешной. На крыше машины лежала львиная шкура. Но я не сразу увидела трех крошечных осиротевших львят, которых привез Джордж. Появление Эльсы и ее двух сестер налагало на меня большую ответственность. Мне, конечно, уже приходилось выхаживать детенышей других животных. Двух слонов буйвола, антилопу бушбока, самку антилопы импала, сервала, трех страусов, многочисленных мангустов и дома на пати. Но у меня не было опыта выхаживания крошечных львят. А этим, как нам казалось, было не больше трех недель. Тогда я попросила совета у людей, растивших таких львят, и узнала, как их надо кормить. С самого начала мы решили не превращать львят в баловней и стремились как можно меньше ограничивать естественные инстинкты малышей. К счастью, мы жили в уединенном месте, где львята могли свободно бродить в кустарнике вокруг дома. Это позволило им вырасти дикими и считать нас своими приемными родителями. Их отношение к нам как приемным родителям было следствием запечатления. Этот термин означает, что каждое новорожденное животное считает своей матерью то живое существо, которое оно видит возле себя, впервые открыв глаза. Все три львенка были женского пола. Мы назвали их Люстика, Большая и Эльса. Эльса, хотя она и была самой маленькой, отличалась смелостью и особым обаянием. Львята выросли, мы не могли дольше держать их всех в условиях близких к естественным и передали Люстику и Большую в Роттердамский зоопарк, а Эльса осталась с нами. Когда Эльса стала взрослой, мы перевезли ее в отдаленный район, в парк Мэру, надеясь, что здесь она сможет возвратиться в свою естественную среду, причем мы были готовы, если потребуется, даже расстаться с ней навсегда. Но опасения наши были напрасны. Эльса научилась быть независимой и все же сохранила к нам любовь и преданность. Эксперимент оказался настолько удачным, что в конце концов она нашла себе друга среди диких львов. Тогда мы сочли своим долгом поделиться опытом со всеми, написав книгу об Эльсе, чтобы таким образом привлечь интерес людей к диким животным в тот момент, когда они очень нуждаются в помощи. Джордж не мог писать из-за отсутствия времени. Себя я считала слишком неопытной для того, чтобы на основе своих записей создать задуманную книгу, и потому предложила взяться за эту задачу Элспетт Хаксли. Но она ответила мне, что такая книга должна быть написана от первого лица, и тогда я отважилась и стала писать ее сама. Лорд Вильям Перси, который знал Эльсу еще крошечным львенком, дал мне много хороших советов, предостерегая меня от увлечения крайностями. Он советовал с одной стороны не приписывать Эльсе человеческих качеств, а с другой не считать ее поведение только результатом условных рефлексов или деятельности секреторных органов, отказывая ей таким образом в интеллекте, разуме и чувствах. Название книги «Рожденная Свободной» было также предложено им. Закончив книгу, я поехал в Англию. У меня был в запасе месяц для того, чтобы подыскать издателя. Однако мои первые попытки оказались безуспешными. Когда время, выделенное мной на выполнение этой задачи подходило к концу, я вспомнила о переписке с миссис Вильерс из издательства «Харвилл Пресс» по поводу книги о племенах Кении, которую я собиралась написать в то время. Она ответила мне тогда, что, по ее мнению, задуманная мною книга скорее подходит университетскому издательству, чем ее фирме. В один из холодных дождливых дней, случайно проходя мимо конторы «Харвилл Пресс», я остановилась, позвонила и спросила миссис Вильерс. Напомнив ей о своем намерении написать книгу о племенах Кении, я затем сказала, что рукопись, которую я предлагаю сейчас, совсем иного характера. Мой рассказ, по-видимому, произвел на нее впечатление. Ее заинтересовало также упоминание о большом количестве фотографий Эльсы, и она попросила свою сотрудницу Харари зайти ко мне для ознакомления с ними, так как ее особенно привлекали иллюстрации. К вечеру того же дня они обе посетили меня и проявили большой интерес к моей рукописи, но никакого предложения я не получила. На следующий день я отправилась на встречу с представителем другого издательства, однако Вильерс связалась по телефону с председателем издательства Вильямом Коллинзом, который в это время был за границей. Сразу уже после его возвращения Вильерс, Харари и Коллинз приняли меня в твоей конторе. Коллинз мельком взглянул на мои фотографии, просмотрел текст и заметил, что о публикации книги он может подумать, только проконсультировавшись с членами своего правления. Я уходила из издательства с убеждением, что пока воз с места не сдвинулся. Однако издательство вскоре предложило мне контракт и аванс в тысячу фунтов. Я снова обратилась за советом Кэлспид Хаксли и она посоветовала мне принять его. У Коллинза была блестяще поставлена рекламная служба и перед днем публикации огромные плакаты, привлекавшие внимание жителей Лондона к книге «Рожденная Свободной» и изображения Эльсы в натуральную величину уже были развешаны в книжных магазинах. Коллинз ожидал бойкой распродажи, но успех книги и число проданных экземпляров превзошли все его ожидания. За короткое время эта книга была переведена на 25 языков. Когда я вернулась в Кению, оказалось, что у Эльсы родилось три львенка. После их рождения она исчезла на 6 недель. Затем вдруг неожиданно показалась около нашего лагеря на противоположной стороне реки и очень скоро все семейство переплыло к нам. Один эксперимент, проведенный в Соединенных Штатах Америки, показал, что щенок собаки первые 18 дней действует, по сути дела, бессознательно. Он ест, переваривает пищу и спит. Но на 19 день в нем как будто что-то пробуждается и с этого момента он сознает, что он собака и реагирует уже на все соответствующим образом. У диких животных такое самосознание появляется по прошествии разных сроков. Наблюдая за Эльсой, мы узнали, что у львов этот период длится шесть недель, так как она не знакомила нас со своими детьми до тех пор, пока они не осознали, что они являются львами. На протяжении двух последующих лет Эльса была связным между своей семьей и нашей. Львяты считали нас друзьями своей матери, но никакой фамильярности в обращении с собой не допускали. Все это время мы почти не принимали посетителей, чтобы молодые львы могли жить совершенно самостоятельно после нашего отъезда. Продолжительность жизни дикого льва 12-15 лет, но когда Эльсе исполнилось пять лет, а ее львятам по полтора года, она заболела и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что она была заражена паразитом Бабезия, переносимым клещами, и инфекция разрушила красные кровяные тельца. Это был первый случай, когда у льва нашли такую болезнь. Мои отношения с Эльсой не только пополнили знания о поведении и психологии животных, они увели меня в мир, недоступный пока большинству людей. Со смертью Эльсы что-то умерло и во мне самой. Другая глава нашей жизни началась, когда пришлось опекать детей Эльсы, еще не способных заботиться о себе самостоятельно. Эта задача была не из легких, еще и потому, что львица, ранее занимавшая территорию, на которой теперь жили дети Эльсы, после смерти Эльсы утвердила свои территориальные права и выгнала их оттуда. Мы долго с тревогой разыскивали малышей, а когда нашли, то нам очень трудно было их поймать. Затем мы отправили львят Эльсы в национальный парк Серенгети в Танганики, где они могли жить на свободе. Историю потомства Эльсы я рассказала в книгах «Живущая свободной» и «Навсегда свободной». Меня заранее предупредили, что мне придется платить большие взносы за содержание львов. Поэтому я решила использовать все доходы от своих книг для создания бесплатной благотворительной организации в помощь диким животным и их борьбе за свое существование. Проблема создания такой организации через некоторое время стала мировой проблемой, и если бы не были приняты самые решительные меры, дикие животные могли бы в конце концов подвергнуться полному уничтожению. История Эльсы произвела на читателей необычайное впечатление. Читая историю об Эльсе, люди, по-видимому, осознавали, какой бы опустошенной была наша жизнь без диких животных, и какими чудесными могли бы быть эти животные, если бы мы позволили им быть самими собой, а не вели себя с ними как с существами некоего низшего порядка, бессловесными и глупыми. Эльса быстро завоевала сердца читателей. Но между тем эксплуатация и уничтожение диких животных продолжались на земном шаре. Надеясь улучшить положение, я в 1969 году выступила в Англии с воззванием от имени Эльсы в защиту диких животных. Вскоре после опубликования книги «Навсегда свободны» Колин организовал для меня кругосветное путешествие. Я взял с собой фильм, который мы с Джорджем сняли, когда Эльса жила с нами. Мы снимали его только для собственного удовольствия, и поэтому в нем не было ни трюков, ни надуманного действия. Но он нуждался в профессиональном редактировании. В нем были очень интересные сцены, и теперь, когда я пишу об этом почти четверть столетия спустя, фильм все еще демонстрируется в школах и библиотеках. Мое первое публичное выступление состоялось в Лондоне перед аудиторией в три тысячи человек. Накануне вечером я так боялась этого выступления, что была просто больна. Хотя я с детства говорила по-английски, у меня был австрийский акцент, да и моего запаса английских слов было недостаточно. Тогда я стала брать уроки с целью улучшить свой английский язык и попытаться говорить медленнее, ибо, когда я говорила, мои мысли всегда опережали слова. Аудитория, перед которой я выступала, была очень разнородной. Один день, проведенный мною в Лондоне, может служить убедительным тому примером. Утром я читала лекцию бизнесменам и была уверена, что интерес к торговле заслоняет от них все остальное, но как только я услышала их вопросы ко мне и комментарии, я поняла, что ошибалась. Они проявили живой интерес к естественной истории. Во время ленча я читала лекцию женщинам-заключенным в тюрьме Холлоуэй. Было столько народу, что пришлось проводить ее в часовне в самом большом помещении тюрьмы и говорить с кафедры проповедника. Перед началом лекции в аудитории раздавались свистки, но когда лекция началась, воцарилось молчание, которое уже не прерывалось до ее окончания. Затем началось настоящее столпотворение. Непрерывно крича Эльса, Эльса, женщины шарили в карманах, доставая те немногие гроши, что им разрешалось тратить на сигареты и сладости. От их пожертвований в фонд Эльса у меня горели руки. Я понимала, что те, кто их жертвовал, лишали себя немногих дозволенных им радостей, чтобы помочь находящимся под угрозой уничтожения животным. Когда позднее я посетила мужские тюрьмы, реакция была такой же. Все это убедило меня в том, что у большинства заключенных, которых было подчас трудно, если не невозможно вызвать на откровенность в присутствии посторонних, в глубине души таится любовь к природе и к миру животных. Меня не раз удивляло, почему многие из нас так замкнуто держат себя с другими людьми, тогда как в присутствии животных они становятся самими собой. Не дают ли животные нам людям ощущение гармонии, которое мы редко испытываем, общаясь друг с другом? Позднее в этот же день я отправилась в Кенсингтонский дворец, чтобы показать свой фильм герцогине Кенской. Она проявляла глубокий интерес к Эльсе и к природе Кении. Я получила бы от этого вечера больше удовольствия, если бы не заметила, что китайский мопс обнаружил мои длинные перчатки, в которых я прибыла на прием в соответствии с этикетом и сгрыз их на мельчайшие лоскутки. После цикла лекций в Англии я объехала многие страны мира. В Южной Африке меня доставили на самолете в национальный парк Крюгер, где я провела два дня. Мне сразу же стало ясно, что самая важная проблема парка ограничение все возрастающего числа посетителей. Естественно, что животных напуганных непрекращающимся потоком машин по пыльным дорогам становилось все труднее увидеть. Чтобы утешить туристов, для них были организованы в качестве компенсации футбол и другие развлечения. За время нашей поездки по парку мы заметили около 50 машин, стоявших в одном месте. Мы тоже остановились рядом с ними, не рассчитывая, конечно, увидеть каких-нибудь животных. Вдруг, к нашему удивлению, появились два льва, старый и молодой, и, побродив между машинами, они сочли, что лучше всего разрешить вопрос старшинства в прайде около нашей машины. Примечание, прайд союз трех и более львов. Он может включать одну или несколько семей, возглавляемых взрослыми львами, или несколько взрослых львов, которые охотятся вместе. Они прыгнули друг на друга, и каждый начал рвать гриву соперника, щелкая зубами и ударяя лапами. Нам показалось, что мы слышим, как трещат их кости, и все это на расстоянии нескольких метров от машины. Тяжело дыша и громко рыча, оба льва катались по земле до тех пор, пока старый лев не выдохся и не перевернулся вверх животом в знак того, что он сдается. Борьба немедленно прекратилась, старый лев, сильно хромая, отправился в заросли, а молодой, зализывая свои раны, удалился в противоположном направлении. Этот репортер, прикомандированный ко мне, сделал много снимков этого поединка, который, как уверяла нас дирекция парка, наблюдался здесь впервые. В порт Элизабет я побывал на научной станции, специализировавшейся на изучении змей и выработке сыворотки, которые мы пользовались против укусов змей в Кении. Затем меня пригласили посмотреть дельфинов в аквариуме. Мне интересно было узнать, что у них, так же, как у львов и у слонов, есть тетушки, выполняющие роль нянек, а так же приемные матери, готовые взять под свою опеку малышей, если те потеряют свою родную мать. Одна очаровательная самка дельфина по просьбе своего тренера проделала сложные акробатические трюки. Было видно, что они очень любят друг друга. Тренер стал убеждать дельфина, чтобы тот позволил мне погладить себя. Чтобы сделать приятное своему другу, дельфин наконец уступил и подплыл ко мне, но только я прикоснулась к его бархатной голове, как он тут же исчез, мгновенно оказавшись в другом конце бассейна. Покинув Южную Африку, я полетела в Дели, Таиланд и Сингапур, а затем в Австралию. В Австралии я выступила с лекциями в Перте, Аделаиде, Мельбурне, Сиднее и Брисбене. Кроме нескольких маленьких парков вблизи городов, в Австралии в то время еще не было заповедников в районах, тяготеющих к побережью, где быстрое развитие страны привело к тому, что дикие животные были лишены их естественных мест обитания. Если же они пытались вернуться обратно и их бесконтрольно убивали. Меня очень расстроили условия, которые существовали в большинстве зоопарков Австралии. Помещения были неподходящими. Животные, ведущие стадный или тайный образ жизни, содержались отдельно друг от друга. Животные, ведущие одиночный образ жизни, вместе. Было ясно, что поведение животных в естественных условиях здесь не изучается. Я умоляла генерал-губернатора Канберре создать национальные парки, куда уникальные австралийские сумчатые животные несомненно привлекут многих посетителей. В Нельбурне я остановилась у своих друзей. Они решили показать мне лирохвостов и повезли на лесистую гору, где жили эти птицы. 30 километров мы ехали на машине под проливным дождем, пока не оказались в лесу, где с листьев стекали струйки воды. Вскоре мы услышали неповторимый голос этой рядкой птицы и пошли по направлению доносящихся звуков. Здесь мы увидели лирохвоста, демонстрирующего свое изысканное хвостовое оперение. Сначала он делал три шага вправо, затем заливался песней и снова делал три шага, но уже влево. Так он повторил это представление несколько раз. Сначала лирохвост стоял к нам спиной, потом повернулся и продолжил свой танец и свои вокальные упражнения. Нам просто повезло, так как увидеть лирохвоста очень трудно и лишь немногим представляется такая возможность. В Брисбене я впервые увидела утконоса. Он жил в небольшом ручье, который пришлось огородить, потому что шпоры на задних ногах самца утконоса во время брачного сезона содержат смертельный яд. Если животное испугать, то оно может быть опасным для посетителей. Нам продемонстрировали реакцию утконоса, приблизив к нему швабру. Утконос мгновенно набросился на нарушителя его территории с такой яростью, как будто атаковал своего смертельного врага. Мое путешествие в Австралию было до предела заполнено делами и очень меня утомило. Кончилось все это тем, что в Новую Зеландию я отправилась на носилках. Когда я прибыла в Оклендский аэропорт, меня ожидала пресс-конференция и доктор, которого представитель Коллинза в Новой Зеландии попросил проконсультировать меня. Доктор настоял на том, чтобы я отменила публичное выступление и отдохнула. В Новой Зеландии у меня появилась возможность оценить ее живописнейшие пейзажи. Один из местных управляющих Коллинза повез меня на машине в малозаселенный район на крайнем севере страны, где я не должна была читать никакие лекции. Я оказалась в сказочном мире фантастической красоты и покоя и провела восхитительную неделю нежест на солнце. За это время я полностью отдохнула и была способна снова вернуться к активной жизни. Покупая бензин в небольшой деревушке, где был один универсальный магазин, я была тронута, когда его хозяин достал экземпляр моей книги «Рожденная свободной» и попросил меня поставить на ней свой автограф. Моя первая лекция должна была состояться в южной части острова Южный. Мы летели туда на маленьком самолете сквозь снежную бурю. Нас так бросало из стороны в сторону, что впервые в жизни мне во время полета стало плохо. Пилоту пришлось сделать вынужденную посадку, и я опоздала на лекцию в Винверг Каргиле на несколько часов. Я встретила очень холодный прием, но после того, как аудитория узнала, что я прибыла сюда почти что чудом, меня горячо приветствовали. В Крайсчерче я получила приглашение провести уикенд в колледже для лыжников высоко в горах. Я посетила также Хермитидж, знаменитый курорт острова Южный. Позднее я летала на самолете на ледник горы Кук. Там можно было увидеть места, где Эдмунд Хиллари тренировался перед штурмом Эвереста. Мне сказали, что новозеландцы чрезвычайно интересуются дикими животными. Я спрашивал у себя, не в том ли частично кроется причина их интереса, что в Новой Зеландии нет местных животных, если не считать киви и других нелетающих птиц и туатару, да и старительскую яхерицу, предки которой жили на земле примерно 400 миллионов лет назад. Австрийский император Франц Иосиф в свое время отправил на остров Южный олени и серн, но не учел, что с ними вместе нужно было отправить и хищников. В результате привезенные животные настолько расплодились, что стали настоящим бедствием и теперь за их уничтожение выплачивают поощрительную премию. Однако молодые люди, любящие нажимать на курки, с удовольствием подстреливают зверя, но ранив его, дальше не преследуют и поэтому обществу по борьбе с жестоким обращением с животными пришлось вмешаться. Это вмешательство оказалось необходимым также по отношению к людям, которые запирали своих овчарок в маленьких загонах на границе овцеводческих ферм и оставляли их на много дней без пищи и воды. Находясь в Новой Зеландии, я говорил об этих жестокостях и меня сделали почетным членом упомянутого общества. Мои беседы в Новой Зеландии нашли теплый отклик и я с удовольствием читала здесь лекции. На пути в Соединенные Штаты Америки я провела канун Рождества на острове Фиджи. Это очаровательный остров, воздух на нем насыщен ароматом цветов, а в тот вечер он конкурировал с ароматом изысканных местных блюд, томящихся в глиняных горшках, вокруг которых люди танцевали в красочных костюмах на фоне сверкающих пальмовых листьев и освещенного луной океана. При полете в Гонолулу я пересекла границу Датт и снова попала на рождественский праздник, правда, справлявшийся уже совсем по-иному. Примечание. Условная линия, проходящая примерно по 180-му меридиану от Гринвича, при переходе, через которую производится изменение даты, при переходе с запада на восток одно и то же число месяца и соответствующий день недели считают два раза, а при переходе с востока на запад одно число выбрасывается. Этот уголок был битком набит туристами, и было невозможно найти не только места на пляже, но даже и за столом в моем отеле. Походив несколько часов, я завершила свою прогулку в молочном баре, где вместо рождественского обеда съела мороженое. В Гонолулу я посетила зоопарк и установила дружеские отношения с его директором. Зоопарк был интересен тем, что в нем были собраны вместе животные, которые в естественных условиях живут в сходных местах обитания и пользуются одними тем же водоемом. В тот день, когда мне предстояло лететь в Сан-Франциско, директор привез меня на смотровую площадку, откуда я могла сфотографировать гейзеры в океане. Я взяла с собой в эту поездку сумочку и фотоаппарат. Чтобы увидеть получше, мы вышли из машины и прошли метров 30 по направлению к океану. Я услыхала, как другая машина приблизилась, задержалась на минуту возле нашей и затем отъехала. Но я была так занята фотографированием, что не обратила на это никакого внимания. Когда я вернулась, чтобы сменить пленку, то обнаружила, что моя сумочка исчезла, а вместе с ней мой паспорт, денежный аккредитив, билеты на самолет, страховой полис, мои дневники и рекомендательные письма, а также рукопись новой книги, над которой я работала во время своих полетов. Мы немедленно оповестили об этом полицию, но нам сказали, что я, несомненно, стала жертвой шайки воров. Несмотря на все усилия, приложенные полицией, воров не удалось обнаружить. Директор зоопарка оказал мне любезность, одолжил деньги и раздобыл место на самолет. Между тем, когда агентству, организовывавшему мои лекции в Соединенных Штатах Америки, стало известно, что я читаю их уже шесть месяцев, мне утроили сумму страховой премии. Получив приготовленное для меня расписание, я поняла, почему представители агентства думали, что я могу заболеть. Мне предстояло не только читать три лекции ежедневно на протяжении следующих шести месяцев, но к тому же проводить интервью за завтраком, обедом и ужином, участвовать в передачах по радио и телевидению и в определенное время раздавать автографы. Тем не менее, как только стало ясно, насколько популярна Эльса, каждый мой свободный час был заполнен дополнительными лекциями, невзирая на связанные с этим длительные полеты. Таким образом, я оказывалась в одной из аудиторий штата Мэн, за завтраком в штате Северная Каролина, а вечером проводила беседу в городе Чикаго. К тому времени у меня бессознательно выработала строгая манера держаться во время лекций, движение рук ограничилось до минимума. Это была инстинктивная защитная реакция, помогавшая мне не терять самообладание в тех случаях, когда мне задавали неприятные вопросы об Эльсе. Ее смерть произвела на меня неизгладимое впечатление, и мне никак по-настоящему не удавалось прийти в себя напротив. Мой образ жизни вынуждал меня все время говорить о ней и три раза в день показывать ее на экране. Чем больше эмоций я испытывала во время лекций, тем неподвижнее стояла скованная как статуя, опасаясь, что малейшее движение ослабит мой контроль над собой. Я советовалась с психиатрами, стараясь выдержать это напряжение, так как у меня не было другого выбора. Как ни пыталась я изменять содержание лекций, мне постоянно приходилось повторять все те же истории и иногда мне казалось, что я схожу с ума. В результате предложенного мне распорядка я почувствовал себя настолько вымотанной, что, идя на лекцию, не знала, как я ее начну и как закончу. Но стоило мне очутиться перед аудиторией, и мне начинало казаться, что какая-то посторонняя сила диктует мне мою речь. Я как бы слушала себя со стороны чужая и отрешенная от общества вопроса. Мне представлялось даже, что я лишь являюсь медиумом для передачи данного мне Эльсой поручения. Бешено неся с Пятой Авенью на Третью и пытаясь увидеть небо из бетонного ущелья Нью-Йоркских небоскребов, почти оглохшее от шума транспорта, я думала о Кении, о ее широких необитаемых просторах, о ее спокойствии, о разнообразных и великолепных животных, которые в это время направлялись к знакомым водопоям и жаждала вернуться в эту мирную жизнь. Наконец, я вновь прибыла в Кению, чтобы помочь при съемках фильма «Рожденный свободный». В нарушение существовавшей традиции меня попросили, несмотря на то, что я была автором сценария, жить на месте съемок и взять на себя ответственность за хорошее обращение с участвующими в них животными. В мои обязанности входило также давать интервью различным обществам защиты животных, представители которых нас посещали, и писать статьи о фильме. Киногруппу поместили на ферме близ города Наниюки у подножия горы Кения. На ферме были построены для съемочной группы в 60 человек обширные спальные помещения, мы пользовались ими лишь для сна и общественной деятельности. Для дрессировщиков, которые присматривали за 24 львами, слонами и другими животными, были поставлены палатки. Чтобы разместить около 100 человек обслуживающего персонала, рядом была построена небольшая деревня. Ферма взяла напрокат двух цирковых львов для исполнения роли Эльсы и наняла их дрессировщиков, но когда Вирджиния МакКенна и Билл Траверсы, которые согласились играть главные роли в фильме, попытались работать с этими раскормленными кошками, у них ничего не получилось. Дрессировщикам приходилось контролировать каждое движение животных, и было очевидно, что передать той нежной привязанности, которая существовала между Эльсой и нами, не удастся. Траверсы настаивали, чтобы им дали возможность в течение двух месяцев до начала съемок завязать дружбу с парой львят-подростков, Боем и Герл, поскольку только при этом условии они могли бы установить с ними отношения, похожие на те, что установились у нас с Эльсой. Продюсер дал на это свое согласие. Под руководством Джорджа они все вместе играли в футбол на соседних площадках, гонялись за воздушными шариками, лазали на деревья, участвовали в совместных пикниках и прекрасно проводили время до тех пор, пока львята не подружились с актерами и не стали настолько общительны, насколько это было необходимо для исполнения роли Эльсы. Во время одной из этих шумных игр Джордж устал и лег ничком на траву. Герл заметила его и стала подкрадываться совсем по-кошачьей. Она подползла, почти касаясь животом земли и, наконец, бросилась вперед, чтобы вцепиться ему в шею. Мы с ужасом наблюдали эту сцену. Все произошло слишком быстро для того, чтобы кто-нибудь из нас мог вмешаться. Нетрудно себе представить, какое облегчение мы испытали, когда, прикоснувшись с мордой к шее Джорджа, молодая львица спокойно села, ожидая, чтобы Джордж поднялся и погладил ее. Видимо, она не могла подавить в себе естественного инстинкта, но когда собралась напасть, то, вероятно, вспомнила, что перед ней друг, которому она не должна причинять вреда. Эта игра Джорджио и Герлу в охоту повторялась каждый день. Таким образом, если по сценарию львица должна была идти в точно определенном направлении, а ничто не могло побудить ее к этому, единственное, что мы могли сделать, использовать Джорджио как приманку, скрытую от камер. Очень сложную сцену борьбы между Эльсой и ее соперницей удалось снять, используя территориальный инстинкт львов, который безжалостно преследует и изгоняет каждого, кто осмелится нарушить их территорию. Чтобы подготовить необходимые для этой сцены условия, большой участок был обнесен забором, на этом участке находились обе львицы, но их надежно отделили друг от друга так, чтобы они не могли встречаться. Кормили их в разное время на скалистой вершине холма, одно утром, другое перед вечером. Как только обе львицы признали эту территорию своей, им дали еду одновременно. Они сразу же бросились друг на друга и покатились по земле в схватке, кусая и царапая друг друга. Такую схватку никогда нельзя было бы воспроизвести специально. Чтобы помешать им нанести друг другу серьезные повреждения, пожарная команда из Наньюки заранее установила четыре больших бака с водой и была готова пустить их в ход, чтобы разнять львиц. К счастью, в этом не было необходимости. Как только львицы устали, схватка точно же прекратилась и их можно было безопасно развести по отведенным им участкам. Эта сцена заслуживала того, чтобы фильму «Рожденные свободной» присудили «Оскара». Но так как новые приемы обращения с опасными зверями во время съемок фильма были судьям незнакомы, фильм «Рожденные свободной» наградили «Оскаром» только за музыку. Однако он получил мировое признание и пользовался огромным успехом. Мой гепард и дом в Наиваша Во время съемок фильма «Рожденные свободной», когда я жила на территории киногруппы, один из офицеров предложил мне взять молодую самку гепарда, нуждавшуюся в уходе. За полгода до этого он нашел детеныша гепарда, очевидно брошенного матерью и вырастил его для забавы своих детей. Теперь его переводили в Европу и он не хотел брать малыша гепарда в страну с непривычным холодным климатом. Так Пипа имя гепарда вошла в мою жизнь. Мы отгородили для нее проволокой большой участок, откуда она могла меня видеть. Я брала ее с собой на прогулке на поводке и играла с ней все свободное время. Проходя с Пипой мимо вольеров, где помещались львы, мне приходилось внимательно следить за ней, чтобы она не пугалась, ибо львы и гепарды естественные враги. Когда мы оказывались от львов на порядочном расстоянии, я часто позволяла ей бегать по соседним лужайкам и охотиться за птицами и антилопами. Ее охотничий инстинкт еще не развился, и она не приносила вреда ни одному из живых существ, но такие игры способствовали развитию этого инстинкта. У кошек охотничий инстинкт развивается удивительно поздно. Эльсе было 17 месяцев, когда она впервые сумела убить свою добычу, но только когда ей исполнилось 22, она уже делала это с большим успехом. гепарды начинают убивать дичь в возрасте 14 месяцев, но остаются зависимыми от матери еще 3 или 4 месяца. Только по прошествии этого времени они могут сами добывать себе пищу. С другой стороны, все кошки с самого момента их появления на свет умеют преследовать добычу и подкрадывают, знают, как нужно пользоваться направлением ветра. Некоторое время спустя я переселилась с Пиппой в заповедник Мэру с единственной целью возвратить превращенное в забаву животное в естественное окружение, к естественному для него образу жизни. Тогда я и представить себе не могла, что Пиппа познакомит меня с новым удивительным миром. Любые животные живущие вместе, и как таковых их легко понять, но гепарды живут для девочку, и это более загадочный для нас. Их лучшая защита и непорокое известная всем способность быстро бегать, а умение скрываться. Эльса и Пиппа заполняли мою жизнь на протяжении десяти лет, но они были настолько различны, что больше походили на друзей, дополнявших друг друга, чем на соперников. В то время, как наш лагерь был для Эльсы родным домом, и она привела к нам своих детей, чтобы познакомить с нами, Пиппа предпочитала оставаться на расстоянии нескольких километров от нашего дома, и если мы хотели жить одной жизнью с нею, нам самим приходилось навещать ее. Я с радостью убедилась в том, что годы, проведенные ею среди людей, когда она была их баловнем, не ослабили ее врожденных инстинктов. Как только Пиппа возмужала, она стала искать себе самца, мы его правда никогда не видели, но замечали оставленные им следы. Первых детей Пиппы постигла трагическая судьба, они были убиты львами. Вскоре она произвела на свет еще одно потомство. С этими детенышами я имела возможность общаться, пока они не достигли возраста 17,5 месяцев и не стали самостоятельными. К этому времени Пиппа уже порвала свою связь с ними и произвела на свет третье потомство, которого в возрасте всего 13 дней было истреблено гиеной. Четвертое потомство мы, можно сказать, выращивали с ней вместе до возраста 14 месяцев. И тут Пиппа во время схватки сломала себе плечо. Ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти ее. Я пробыла с ней в ветеринарной больнице в Найробе 18 дней, но, увы, она погибла от сердечной недостаточности. Мы похоронили ее вблизи нашего лагеря и сразу же начали разыскивать ее детей, на что нам потребовался целый месяц. Они были в прекрасном состоянии. Видимо, молодым гепардам удавалось добывать достаточно дичи, чтобы продержаться на ногах, хотя они с удовольствием принимали пищу от нас последующие три месяца. Когда дети пиппы достигли половой зрелости и начали проявлять большой интерес к противоположному полу, мне с помощью фотоаппарата удалось заснять их любовные игры, которые до этого времени никому в мире, кажется, не удалось наблюдать. В 1971 году, к моему великому сожалению, мне пришлось покинуть заповедник мэру, поскольку мое соглашение с дирекцией парка по исследованию гепардов истекло. Я изложил историю пиппы в двух книгах «Пятнистый сфинкс» и «Пиппа бросает вызов». В них описаны повадки гепардов, обсуждаются причины их вырождения в естественных условиях и причины редких случаев их размножения в зоопарках. Я рассказал также в книге, как у гепардов и львов происходит регулирование размножения. Самки не подпускают к себе самцов, пока выхаживают своих детенышей, а это требует от них непрерывного труда. У гепардов на протяжении 17,5 месяцев и 20 месяцев у львов. В то же время, когда пиппа потеряла свое первое и третье потомство, она сейчас же стала искать самца. Наблюдая семьи Эльсы и Пиппы, я поняла, что члены этих семей общаются друг с другом на больших расстояниях и могут предчувствовать наши намерения, даже находясь далеко от нас. Джордж вернув вернув в естественные условия обитания Эльсу и Пиппу и увидев, как они успешно продолжают свой род, я хотела повторить такой же эксперимент с леопардами, которые пользуются славой самых опасных и самых умных из африканских животных. Леопарды, ночные, ловкие и неуловимые животные, несомненно, трудны для изучения, но я не могла устоять против искушения сделать такую попытку. Поэтому, когда директор национальных парков в Кении предложил мне двух маленьких леопардов, я тотчас же отправилась с доними в Нейроби. Хорошо, что помощник Джорджа Тони Баксендейл через час последовал за мной. Поднимаясь вверх по склону круто обрывающемуся к реке, я миновала поворот и вдруг увидела двух африканцев. Взявшись за руки, они шли по самой середине дороги. Я сигналила им, но они не обратили на это никакого внимания и в конце концов мне пришлось объезжать их. В этот момент тормоза отказали, лендровер занесло, он с силой ударился о дорожный столб и покатился вниз по крутому откосу. Очнулась я на осколках стекла, машина лежала на середине откоса, а африканец, который ехал со мной, сидел рядом, держась за голову. Судя по положению машины, она, должно быть, летела кубоком вниз по склону. К нашему счастью, ее остановили кусты, не дав ей скатиться в реку. К моему великому облегчению, у африканца была только слегка порезана голова. Я же была покрыта большими синяками, а когда посмотрела на свою правую руку, то увидела сплошное месиво из крови и земли. Я едва сдерживалась от боли, карабкаясь вверх по склону назад к дороге и, дойдя до нее, потеряла сознание. Через некоторое время подъехал грузовик с африканцами. Среди пассажиров был местный вождь. Он залил мою руку йодом, но я не почувствовала боли и поняла, что ранение очень серьезное. Потом мне помогли забраться в грузовик, но еще до того, как мы отправились в ближайшую амбулаторию, Тони Баксендерил догнал нас. Он помог мне пересесть в свою машину и попросил вождя побыть у места происшествия до появления полиции, которой предстояло расследовать этот инцидент. Затем мы проехали 130 километров до ближайшей больницы в Эмбу. Дорога была в выбоинах, машина все время подскакивала на ухабах и боль от ран была невыносимой. К тому же я потерял много крови. В больнице мне продезинфицировали и перевязали раны и снабдили обезболивающими средствами. Затем мы поехали в больницу в Найроби. Мы прибыли туда около полуночи и мой друг хирург Джеральд Невил немедленно оперировал меня, хотя в тот момент он мог только пересадить кожу с ноги на тыльную сторону руки. Мне сказали, что нужно ждать шесть месяцев, прежде чем можно будет начать приводить в порядок сухожилия и кости. У меня всегда была плохо развита левая рука, и потерять правую, мое главное орудие, а с ней вместе в известной степени и свою независимость было ужасно. Вскоре до моего сознания дошло, что если моя рука не будет полностью восстановлена, я никогда уже не смогу играть на пианино и рисовать в той манере, какую я люблю. Конечно, я очень огорчилась еще и потому, что мне пришлось отказаться от своего плана воспитания леопардов, во всяком случае в данный момент. Еще находясь в больнице, я научилась печатать левой рукой. Спустя шесть месяцев я полетела в Лондон, чтобы подвергнуться серьезной операции, которая, как я надеялась, сможет вернуть трудоспособность моей правой руки. Но хотя на протяжении ближайших лет было сделано еще пять операций, мне в конце концов пришлось примириться с мыслью о том, что я смогу пользоваться только большим пальцем и в ограниченных пределах указательным. Во время одной из операций медицинская сестра сказала мне, что в Лондоне в это время организована выставка, на которой демонстрироваются мои рисунки с изображением представителей африканских племен. Как только мне разрешили выходить из больницы, я отправилась туда инкогнито и увидела, что на выставке очень много посетителей. Их, очевидно, интересовали как оригинальные рисунки, так и репродукции, выполненные в натуральную величину. Затем я узнала от организатора этой экспозиции, что он получил разрешение от доверенных лиц музея в Найроби, которому к этому времени принадлежала моя коллекция рисунков, репродуцировать 56 портретов и продавать их во всех странах мира. Я была потрясена. Мне потребовалось больше шести лет, чтобы написать свыше 700 портретов, и за это я получила компенсацию, едва покрывавшую связанные с этим расходы. Теперь же, если бы я захотела включить в свою книгу несколько своих рисунков, я должна была платить кому-то за право пользования ими, а демонстрируемые здесь репродукции моих рисунков покупать так же, как покупают их остальные посетители музея. Единственное удовлетворение я получила от сознания того, что мои рисунки по-видимому пользуются популярностью. Доказательством этому послужило приглашение на чай, полученное мною от губернатора за несколько дней до празднования Дня Независимости. На празднике должны были присутствовать он сам и Джома Кинниата. Я не поверила своим глазам, когда увидела написанные мною портреты представителей разных племен, развешанные на стенах. Они были красиво оформлены и вставлены в рамы. Губернатор, который интересовался моими работами и давал мне ценные советы, когда я писала книгу «Народы Кении», подчеркнул важность этой коллекции. Для дома правительства, который теперь должен был называться домом государства, было отобрано 300 лучших картин. Уже не один год я присматривала дом, где мы с Джорджем могли бы поселиться, когда оба станем слишком стары для походной жизни. В конце концов, я нашла такое место, которое, казалось, соответствовало всем нашим желаниям. Наше будущее владение находилось в провинции Рифт-Валли на озере Нейваша в часе езды от национального парка Лейк-Накуру. К северу от озера Накуру раскинулся национальный парк Абердере, где горный массив Абердере возвышается на 3000 метров над маленьким городком с тем же названием. В лесу, растущем на большей части этого горного хребта, деревья покрыты лишайником. Здесь живут неуловимые антилопы Бонго, а на качковатых заболоченных лугах пасутся буйволы и другие антилопы. Водопады, окаймленные дельфиниумами, красными, пылающими, как огонь, лаконосами и бессмертниками с грохотом низвергаются на тысячи метров вниз в узкие долины. Невозможно представить себе более заманчивого места для устройства дома. Я была счастлива, что имела возможность купить здесь участок в 20 гектаров у самой воды. На нем рос даже небольшой лес из местной акации, известное обычно под названием лихорадочное дерево. Это название появилось еще в незапамятные времена, когда красивые желтокорые деревья ассоциировались с районами, зараженными малярией. К счастью, в прилегающих к озеру районах малярии нет, так как оно находится на высоте 2075 метров и климат там идеальный. Мы решили назвать свой дом Эль-Саммер. Кению иногда характеризуют как холодную страну с горячим солнцем. Это особенно верно, когда речь идет о на Иваша, где я часто, находясь на открытой веранде, надеваю джемпер, а прежде, чем выйти на лужайку, меняю его на купальный костюм. Окружающий нас район постепенно становится одним из самых популярных мест, куда люди, живущие в Найроби, приезжают посмотреть на птиц, ловить рыбу или кататься на водных лыжах. Но наш участок скрыт как от соседних участков, так и от дороги, соединяющей фермы, расположенные вокруг озера площадью в 100 квадратных километров. Наше владение находится у конца потока обсидиановой лавы, вытекавшего из вулканического района страны. Лавовый поток образует хребет, крутой склон которого вдается в озеро, тем самым оберегая дом от затопления во время частых подъемов уровня воды. Другое преимущество этого участка большая глубина озера около мыса, что освобождает здесь берег от широкой полосы папируса, опоясывающего почти все озеро. Отсутствие папируса позволяет нам ловить с берега тилапию и ушастого черного окуня. Эти рыбы были завезены сюда и пущены в озеро и теперь служат прекрасным источником питания. Папирусный пояс место жительства бесчисленных птиц и укрытие для бегемотов, которые проводят там весь день, появляясь только после наступления темноты, чтобы попастись на суше. У бегемотов вошло в привычку посещать нашу лужайку, которая в скором времени стала походить на поле сражения. Когда они приближались к дому, то не давали нам спать своим ритмичным чавканьем и шумом. Иногда я пыталась прогнать их криками или ярким лучом электрического фонаря, направляя свет прямо им в глаза. Но они вскоре привыкли к моим безобидным эксцентричным выходкам и продолжали чавкать. В их распоряжении был целый лес, в котором они могли пасти, и я считал себя вправе выгнать их с нашей территории. Я расспросил, а как это лучше сделать, и мне посоветовали преградить им путь длинными бревнами, укрепив их над землей на высоте превышающей 30 сантиметров, так как бегемоты не могут сгибать ноги выше этого уровня и не сумеют перешагнуть через бревна. Мы так и сделали. Загородили бревнами сторону участка, выходящую на озеро, и бегемоты оставили нас в покое. Площадь, прилегающая к озеру, идеальные сельскохозяйственные угодья с плодородной почвой и вулканического происхождения, превосходным климатом и неограниченными возможностями орошения. Здесь можно получать прекрасные урожаи, если не считать нашего участка территории, где из-за застывшего потока обсидиана верхний слой почвы слишком тонкий. Вскоре я обнаружил, что в грунте здесь попадаются доисторические орудия труда. Меня всегда интересовала археология, и я была очень взволнована, узнав, что наш новый дом стоит на месте, где когда-то жил доисторический человек. Все близлежащие озера представляют собой единую цепь озер рифтовой долины. Вода в них солоноватая, за исключением озер Баринго и Наиваша, питаемых водой рек. Первоначально на месте этих озер было обширное море, и в процессе постепенного отступания оно оставляло следы меняющихся уровней воды в виде слоистых отложений, которые теперь при раскопках называют диотермитами. Совсем рядом с Эльсамером находятся знаменитые чертовы ворота, ущелье в 14 с лишним километров длиной, которое, как полагают, является местом стока упомянутого доисторического моря. Теперь обрамляющие его грандиозные утесы стали пристанищем большого числа интересных птиц, включая такой редкий вид, как бородач. Для наблюдения за ним сюда съезжаются орнитологи всего мира. Еще около 20 лет тому назад озеро Наиваша было окружено большим естественным лесом. Густой подлецок из ползучих растений, покрывающих стволы лиственных деревьев или в изобилии свешивающихся с деревьев периодически привлекал сюда мириады поденок. Примечание нежные изящные насекомые с сетчатыми прозрачными крыльями. Личинки поденок развиваются в воде. Они сильно досаждали жителям, и подлесок вокруг озера был уничтожен. В результате количество поденок было сведено до минимума, но то же самое случилось и с дикими животными, пользовавшимися этим зеленым поясом, как укрытием и источником пищи. Мы сохранили нетронутым принадлежавший нам небольшой участок леса, и он стал одним из последних убежищ для диких животных. Их везде подстерегают пули или ловушки, а когда они из далекой безводной местности направляются сюда на водопой, их часто сбивают на дорогах машины. Животные вскоре обнаружили, что в Саммере нет ловушек, что здесь можно, не опасаясь за свою жизнь, подойти к озеру, да к тому же в лесу можно найти пищу и укрытие, и начали приходить к нам. Сначала я заметила антилоп, и иногда ночью слышала резкие напоминающие лай голос бушбока, но вскоре эти пугливые создания вышли на открытое место, и я рано утром могла видеть, как они пощипывают траву, а во время завтрака мне часто составлял компанию «Болотный козел». Теперь, когда я прожила в Альсамере несколько лет, я подружилась с такими созданиями, как выдры, дикая кошка, сырвал, водяной козел, цвета, генетта, капский долгоног, длиннохвостый мангуст, водяной мангуст, медоед, болотный козел, бушбок, дукеры и дик-дики. Более крупные животные, зебры, львы, канны, буйволы и гурафы обычно держатся поближе к холмам, отваживаясь выходить к озеру на водопой из убежищ только с наступлением темноты. Когда мы купили этот участок, на нем стоял маленький каменный дом. Мы сломали перегородки, сделали еще несколько комнат, заменили крошечные окна большими и поставили широкие, скользящие, стеклянные двери, чтобы можно было любоваться озером. Я сохранила свое пианино, на котором играла до тех пор, пока владела обеими руками, а пространство, не занятое большими окнами и скользящими стеклянными дверями, мы заполнили шкафами с книгами. Мое пристрастие к просторным комнатам оказалось очень полезным, поскольку меня часто посещают группы туристов в 20-30 человек. Пожалуй, самая главная комната это вольер около дома, построенный для детеныша леопарда, которого я намеревалась воспитать. К сожалению, он погиб, но огороженный участок оказался необходимым поднее, когда я выхаживала больных животных. Помещение, принадлежащее Джорджу, состоит из спальни, гардеробной, ванной, маленького кабинета и открытой веранды с одной стороны дома. Мои апартаменты, спальня, она же рабочая комната, и ванная, а в другой половине дома, но я чаще всего использую в качестве кабинета открытую веранду днем и работаю внутри дома с наступлением темноты. За домом есть пристройка, состоящая из гаража и трех комнат. Одна из них предназначена для гостей, в другой помещаются палатки, дорожные вещи и снаряжения, необходимые для путешествий. А третья, рабочая комната Джорджи, который любит заниматься плотницкими работами и починкой механизмов. Когда Джордж привез своего опасно больного льва боя, чтобы ветеринар мог лечить его в течение восьми месяцев, он построил себе недалеко от дома бунгало. Это позволило ему быть и днем, и ночью рядом с боем, присматривать за ним и оказывать всяческую поддержку. После того, как пациент поправился, Джордж переправил его в свой лагерь на реке Тана, до которого шестьсот с лишним километров. Поэтому мы не можем часто видеться с Джорджем. Я думал поселиться в Эльсамере только тогда, когда мы с Джорджем станем слишком стары для жизни в походных условиях. Но после произошедшего со мной несчастного случая выяснилось, что моя покалеченная правая рука нуждается в длительном лечении и Эльсамер стал моим домом на несколько лет. В это время я не могла целиком посвятить себя изучению леопардов, требовавшему многолетних непрерывных трудов. Но я все же совершала небольшие путешествия между операциями. Это было необходимо для расширения различных фондов Эльсы в защиту диких животных, которые теперь завоевали всемирное признание. С тех пор, как я стала инициатором создания фонда Эльсы в Англии, я успела осознать, как важно участие Эльсы во всемирном движении за сохранение диких животных, особенно в Соединенных Штатах Америки. Подбодренная взносами, полученными от школьников, которые собрали средства в фонд Эльсы, организуя вещевые лотереи, ярмарку сластей и другие мероприятия по сбору денег, я стала убеждать доверенных лиц фонда Эльсы в Лондоне развернуть аналогичную компанию в Соединенных Штатах Америки, так как полагало, что гонорары, которые финансировали организацию фонда Эльсы в Англии, не могут гарантировать необходимых средств на вечные времена, и что необходимо продолжить нашу работу и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы создали Совет Доверенных Лиц в Калифорнии, имея в виду основание бездоходной организации фонда Эльсы в защиту диких животных. На это потребовалось целых четыре года. А школьники тем временем провели денежные сборы в пользу Эльсы и открыли первый клуб Эльсы в штате Миссуди. У инициаторов появились последователи, чтобы облегчить клубом распространения информации и пополнить фонды, ежегодно публикуется прекрасный иллюстрированный учебный комплект «Результат исследований образа жизни диких животных». Успех фонда Эльсы способствовал появлению такого же фонда Эльсы в Канаде. В 1975 году меня пригласили в Японию для организации фонда Эльсы. Каждая организация работает независимо от другой в соответствии с законами своей страны, но все ее участники ставят перед собой одну и ту же задачу – так воспитывать людей, чтобы они понимали ценность дикой природы и охраняли ее. Все организации проводят работу по созданию национальных парков и резерватов для содержания диких животных и исследования повадок и привычек диких животных, живущих в естественных условиях. помимо фонда Эльсы в защиту диких животных, действующего сейчас в Англии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Кении и Японии, мы используем гонорары, полученные и в других странах. Внуки Пиппы После того, как я уехала из национального парка Мэру, меня стало очень заботить потомство Пиппы, и я поняла, что о развитии ее детей и о том, приносят ли они потомство, я смогу узнать только в том случае, если буду периодически посещать Мэру. Во время первых четырех поездок туда мне посчастливилось найти двух ее потомков второго помета Тату с ее двумя детенышами и Уайти с одним детенышем самцом. Посетители парка несколько раз видели Уайти с детенышем, который был очень робким. Однажды утром я нашла их возле болотца, где оба отдыхали под кустом. Как только я приблизилась к ним в Лендровере малыш убежал, хотя Уайти подпустила мою машину на расстояние нескольких метров, продолжая спокойно лежать на месте. Локаль, егерь, африканец, бывший моим помощником на протяжении тех лет, пока я жила в лагере в Мэру, оставался вместе со мной в машине. Мы сидели, не шелохнувшись, надеясь, что детеныш вернется. Так и случилось. Он возвратился, когда Уайти позвала его, издав тики и звук, похожий на стон, по-видимому, убедивший малыша в том, что нам можно доверять. Оба гепарда провели время полуденной жары, дремля под кустом. Они оставались там, пока жара не спала и не стала достаточно прохладной для их дальнейшей деятельности. Чтобы проверить память Уайти, я предложила ей воду в старой миске, из которой она всегда пила еще котенком. Уайти подошла напиться так свободно и непринужденно, как будто мы не были с ней в разлуке три с половиной года. Детеныш Уайти сначала было убежал, но когда я села в машину, вернулся и хотел попробовать жидкости странного сосуда. Тут Уайти оттолкнула его, не позволив подойти к миске и, наконец, прогнала. Сама же она продолжала лакать и не проявила никаких признаков нервозности, даже когда я подошла к ней, чтобы добавить его в воду сгущенного молока на такое близкое расстояние, что могла коснуться ее рукой. Напившись, она медленно пошла прочь. К моему удивлению, ее малыш появился снова и осторожно подошел к миске. Фыркнув на разбавленное молоко, он недовольно сморщил нос и быстро побежал за матерью. Затем они неторопливо скрылись из виду. Уайти все еще вела себя со мной, как с другом и даже передала свое доверие ко мне своему детенышу. Во время следующей поездки в Мэру в мае 1972 года меня снова сопровождал мой добрый старый локаль, который был неотъемлемой частью моей жизни в Мэру в прошлом, и мы оба были счастливы от того, что он мог оставаться моим помощником во время моего пребывания здесь. Когда мы проходили мимо одного дерева, локаль схватил меня за плечо и зашептал, посмотрите, на что вы могли наступить. На расстоянии нескольких сантиметров от своей ноги я увидел свернувшегося кольцом большого питона. Он не мог двигаться, потому что внутри его было что-то огромное. вероятно он только что проглотил козла равного по размеру газели Гранта и был не в состоянии защищаться. Даже маленький шакал мог бы сейчас откусить ему голову. Локаль сказал, что пройдет не меньше месяца, а может даже и больше, прежде чем питон переварит эту огромную порцию еды. Насколько ограничены его движения, мы поняли, когда он едва двигаясь заполз под ближайший куст, который, конечно, не мог защитить от хищников, но все же служил каким-то укрытием. Меня поразило, как может сильно растягиваться кожа питона, когда он проглатывает убитую добычу. Одна чешуйка отделялась от другой примерно на два с половиной сантиметра. В течение нескольких дней мы навещали питон, он продолжал оставаться под тем же следили за грифами, кружевшими над каким-либо местом, в надежде, что они приведут нас к добыче убитой детьми пиппы, но каждый нас оказывалось, что это только добыча львов. Хотя львы и интересовали меня, но в то же время их присутствие усиливало мое беспокойство, так как я знала, что львы враждуют с гепардами. Однажды, когда мы обследовали колючие кустарники в надежде найти в их тени увидели, как оттуда украдкой выбираются львы. Очевидно, мы нарушили их полуденный отдых, но, к счастью, они или были слишком сонными, чтобы нападать на нас, или, возможно, поняли, что мы нежелаем им зла. На этот раз визит в Мэру совпал со временем ежегодной эмиграции слонов, и поскольку лагерь был расположен на их пути, мы встречали этих гигантов очень часто. Однажды вечером, когда я сидела в своей маленькой бридентовой ванне прямо на лоне природы, наслаждаясь теплым воздухом и глядя на звезды, два слона тихо, как привидения, появились из темноты и быстро направились ко мне. Я бросилась в палатку, больше для собственного успокоения, чем с целью самозащиты. Но оба гиганта прошли мимо меня в поисках удобного водопоя и направились вверх по реке. В другой раз меня разбудило ритмичное желание у самой палатки. Думая, что эти звуки издает пасущий сет Буйвол, я выглянула в маленькое окошкочко и увидела огромного слона. Он стоял так близко, что все заслонялся бой. У меня не было времени советоваться с локалем и единственное, что я могла сделать, громко закричать. Гигант повернулся, сделал несколько шагов и оглянулся, видимо, удивленный непривычным звуком. Когда я закричала снова, он свернул в сторону и в конце концов исчез в темноте. День, проведенный в Буйвол, никогда не бывает скучным, однако не всегда он бывает удачным. Как раз в один из таких утомительных дней, бродя по плато покрытому лавой, мы заметили несколько кустов акации. Они были похожи на кусты, под которыми наши гепарды всегда любили лежать во время жары, пользуясь тенистой завесой как местом, откуда они могли наблюдать за всем, что происходит на равнине, не выдавая своего присутствия. Лакай пошел осмотреть кусты повнимательнее, а я стояла размышляя над тем, какими бесплодными были последние десять дней. Мы даже не нашли ни одного следа на твердом грунте. Вдруг подслышался шорох, и из кустов акации выскочила Уайти с тремя детенышами. Я сразу же узнала ее не только по расположению пятен у основания хвоста, но и в лицо. Она остановилась и посмотрела на меня, а потом улеглась и стала звать своих сбежавших отпрысков. Я следила за ней до тех пор, пока она не поднялась на небольшую возвышенность, с которой можно было обозревать равнину. Уайти разрешила мне подойти к ней на расстояние одного метра, в то время как ее детеныши прятались за ней. Казалось, она была совершенно спокойной, но вдруг ее глаза сузились. Она заметила вдали локаля и тотчас же помчалась вместе со своим семейством к маленькой речушке и прибралась через нее. Я бросилась за ней и поспела как раз к тому моменту, когда один из ее котят, шлепая по мелководью, вышел на противоположный берег речки. Я ждала локали и сидела не шевеляст в надежде увидеть других детенышей. Двадцать минут спустя мы оба перешли через реку и стали разыскивать семейство гепардов. Мы нашли их под деревом. Один из малышей оставался рядом со своей матерью, а другой беспокойно расхаживал в стороне. Тогда Уайти издала очень тихий призывный звук похожий на стон, который я так хорошо изучила, так как Пиппа издавала такой же звук, когда беспокоилась о ком-либо из своих детенышей и звала его. Но вот послышалось слабое чириканье, похожее на щебетание птицы. Это напомнил о себе третий детеныш. Глядя на меня без малейших признаков страха, Уайти начала чтобы не тревожить семью, я оставалась в метрах в двадцати от нее, а Локаль держался на более далеком расстоянии. По моим расчетам, детенышем Уайти было около четырех месяцев. Прекрасно, что Уайти удалось вырастить трех малышей до такого возраста здесь, где львы частые гости. Локаль правда уверял меня, что в пометине три, а четыре детеныша и оказалось, что он был прав. Теперь пора было возвращаться домой, чтобы прийти в лагерь до наступления темноты. На следующий день рано утром мы снова отправились к тому месту, где были накануне. Я заметил гепардов почти там же, где мы их оставили, но они сразу же убежали, и мы почти весь день разыскивали их следы. Уже после полудня, проходя мимо одного куста, мы вдруг увидели, что оттуда появилось у Айти и четыре детеныша, а позади них виднели недоеденные остатки туши молодого бушбака. Следуя за ними на расстоянии около двадцати пяти метров, я наблюдала за детенышами. Два из них были более крупными и более светлые окраски, чем другие, и я предположила, что это самцы. К сожалению, на небе неожиданно появились тучи, и я не смогла сфотографировать их. Продолжение следует... ...в ее планы. Я не сдавалась, пока она не повернула назад. Детеныши, державист, на безопасном остоянии, теперь были далеко впереди нас. Вскоре Айти снова повернулась ко мне, настаивая на своем намерении перейти через ручей. Я отрезала ей путь, медленно идя навстречу. Тогда Айти отказалась от своего плана и расположилась со своим семейством под одним из деревьев. Я сидела на расстоянии 13 метров от гепардов и пыталась сфотографировать их, но щелчок затвора привел малышей в сильное возбуждение, и я отложил аллейку. Самый маленький особенно нервничал, порывая сбежать при малейшем моем движении и чириканьем вызывала помощи. Детеныш покрупнее отправился его успокаивать. Наконец Айти пришла на помощь и принесла его обратно. Все потомство было в прекрасном состоянии, а Айти была, по-видимому, превосходной матерью и умела постоять за свое семейство. Сидя здесь и глядя на дремлющую семью Айти, я вспоминала, как мы спасли Айти в критический момент, когда она сломала лапу, и как ей пришлось несколько недель провести в моем лагере в вольере. И вот, несмотря на то, что Айти ненавидела это затворничество, она и теперь, через пять с половиной лет, вела себя со мной как с другом и доверяла мне. В полдень все семейство уснуло. Я оставила их, так как срок моего пребывания в мэру подходил к концу, а мне хотелось отыскать Тайни, Бигбоя и Сомбу, детенышей Пиппы четвертого помета. На следующий день мы повстречали Прайд из восьми львов возле убитого водяного козла на расстоянии около восьмидесяти метров от того места, где была Уайти. А через сутки неожиданно обнаружили на том же месте трех львов, которые крепко спали. Они очевидно были недовольны тем, что их потревожили и неохотно удалились. Присутствие этих львов объяснило, почему Уайти ушла отсюда. Несмотря на то, что нам не удалось найти всех наших гепардов до конца моего пребывания в мэру, было так чудесно вновь увидеть эти прекрасные места и зеленый начинающий цвести буш, верный признак приближающихся дождей. Меня всегда удивляло, почему цветение начинается за 2-3 недели до наступления сезона дождей, и со временем, я узнала, что это одна из мудрых мер предосторожности, принимаемая природой для того, чтобы обеспечить опыление цветов. В течение этого периода воздух становится уже достаточно влажным, благоприятствуя цветению, и опыление может быть закончено, прежде чем сильные ливни прибьют цветки к земле. Перед самым отъездом мы нашли следы семьи гепардов, ведущие от лавового плато вниз по хребту к равнине, в 6 километрах от того места, где мы их видели в последний раз. Следы, видимо, были двухдневной давности. Было уже слишком темно, чтобы разыскивать их, а так, как мне все равно предстояло на следующее утро покинуть мэру, я решил сняться на расцвете, чтобы до выезда с территории парка еще раз поискать гепардов. Когда мы миновали очень неровный участок местности, я заметила дерево, сплошь унизанное грифами, осторожно приблизившись, чтобы случайно не наткнуться на львов с добычей. Я увидела маленьких гепардов, обступивших еще неразделанную тушу молодой газели Гранта и Уайти, которая отдыхала рядом с ними после охоты. Хотя я подбиралась к ним очень осторожно, детеныши убежали, но когда Уайти позвала их пр-пр, они остановились, а потом вернулись обратно к матери. Самый маленький из них казался особенно испуганным. Как только они принялись за добычу, я попыталась их сфотографировать, однако щелчки аппарата даже на расстоянии около 13 метров снова испугали детенышей, и они убежали на термитник. Уайти изо всех сил звала их обратно, но они даже не пошевелились, и только когда я отошла на безопасное по их мнению для них расстояние, они бросились к добыче, которую Уайти тем временем разделала для них. Полчаса я наблюдала в полевой бинокль, как они жадно поглощали тушу газели. Уайти была рядом с ними, но предоставила им право первенства. Когда от газели осталась только голова и ноги, грифы отважились опуститься на землю, и тогда детеныши забавно бросились на птиц, чтобы заставить их взлететь. Молодым гепардам было всего 4-5 месяцев, но они очевидно уже научились защищать свою добычу. Мне пришли на память подобные сцены из Пиппы. Какой хорошей матерью была она в каждой из своих семей до тех пор, пока детеныши зависели от нее, но как только они могли заботиться о себе сами, Пиппа порывала с ними всякую связь, а в тех случаях, когда они вдруг попадались на ее пути, отгоняла их. Если принять во внимание, что узы детей с матерью были значительно прочнее, чем отношения со мной, казалось просто невероятным, что дети Пиппы, Тату и Уайти сохранили ко мне доверие, несмотря на то, что мы расстались пять с половиной лет назад. Тату и Уайти не только были готовы доверить мне своих котят, но подпускали меня, даже когда расправлялись с добычей. Конечно, мне очень хотелось знать, каковы будут успехи Уайти в воспитании ее потомства, поэтому я вернулась в мэру через три месяца и снова разбила лагерь вместе с Локалем на месте прежнего дома Пиппы. Вечером я сидела у ее могилы. Все было тихо, и только ветер шумел, пронося с покроном двух больших тамариндов, укрывающих это место своей тенью. Ночью он усилился и часто менял направление. Рано утром я насчитала сто тридцать птиц-носорогов, летевших со стороны реки по направлению к равнинам. Когда я жила здесь с Пиппой, я знала две пары этих птиц, живших вблизи лагеря, но такого большого числа их, как в этот приезд, никогда не видела. Обычно при нашем возвращении в лагерь после длительной отлучки диким животным, приходящим ночью в это место на водопой, приходится заново привыкать к нашему присутствию. Поэтому меня нисколько не удивило, что в первую ночь у моей палатки зафыркал носорог, но, к счастью, ушел, не дожидаясь, пока я направлю на него свет своего фонаря. Во вторую ночь четыре льва спокойно расхаживали вокруг машины, потом отправились на кухню и прошли на расстоянии нескольких метров от меня. Я воспользовалась стулом и столом, чтобы забаррикадировать вход в палатку, который оставила было открытым из-за жары, хотя и знала, что животные, как правило, просто очень любопытны и не причинят зла, если их не спровоцировать. На следующее утро мы увидели недалеко от лагеря львицу с маленьким львенком, отдыхающую под деревом. Она не проявила никакого беспокойства, когда мы проехали мимо нее в машине на расстоянии десяти метров. На третью ночь я услышала, что кто-то что-то лижет. По характерному звуку я поняла, что меня посетили львы. Через некоторое время палатка затвеслась. Это львенок споткнулся об одну из растяжек, вскочил и зарычал. Включив электрический фонарь, я увидела шесть львов между палаткой и кухней. Судя по тому, что они лизали друг друга и издавали негромкое ворчание, львы были совершенно спокойны. Я посоветовала им уходить, но они еще некоторое время продолжали оставаться на месте. В эти дни мы обнаружили несколько следов одиноких гепардов, и среди них один, который, по моему предположению, принадлежал супругу Пиппы, так как след проходил по тем местам, которые обычно посещал этот гепард. С тех пор, как я покинула Мэру в январе 1970 года, обязанности Локаля состояли в уходе за тремя парами белых носорогов. Их привезли из Южной Африки в надежде, что они будут здесь размножаться. Локаль был горд своими подопечными, которые теперь свободно бродили по парку, и любил демонстрировать, как они его слушаются. В тех немногих случаях, когда мы встречались с этими носорогами на воле, он подходил к ним, гладил их и спокойно разговаривал с ними. Однажды утром мы заметили носорога, щиплющего траву вблизи ручья. Он был так поглощен своим завтраком, что не учуял нас, пока мы не подошли к нему на расстояние нескольких метров. Когда он поднял голову, я поняла, что это был не один из тех белых носорогов, а совсем дикий черный носорог. Он ринулся на нас, мгновенно перепрыгнув через ручей. Локаль и я мчались изо всех сил и вдруг оказались лицом к лицу с двумя слонами. К счастью, слоны свернули с дороги, и нам удалось проскользнуть между ними и носорогом и оказаться в более безопасном месте. День за днем мы тщетно обыскивали места с подходящими для гепардов условиями обитания и часто посещавшиеся семьями пиппы. Однажды в полдень, когда мы шли вдоль реки Роджеверо, я услышала всплеск и увидела, как чудовищный крокодил длиной не менее шести метров уходит под воду. За первым всплеском последовал второй, это лев перебрался на противоположный берег и исчез там. Осторожно выглядывая из прибрежного кустарника, я чуть было не наступила на львицу, тогда она тоже бросилась в реку, чтобы присоединиться к своему супругу. Все трое стали пировать, пожирая тушу буйвола, которого, по-видимому, убили львы. Я была поражена тем, что львы позволили крокодилу делить с ними их добычу. Вероятно, этот крокодил был слишком большим, и они не могли его отогнать, не провоцируя нападение. Когда двумя днями позднее, после бесплодных поисков у Айти, мы снова проходили мимо этого места, я еще больше удивилась, увидев восемь громадных крокодилов длиной по четыре-пять метров. Каждый из них стремился добраться до полости желудка туши и отталкивал других. Самой ужасной особенностью этой сцены было то, что морды крокодилов, участвовавших в этом жутком пиршестве, казались смеющимися. На следующий день мы проследили за грифами и нашли мертвого слона. Он был убит за три-четыре дня до этого. Его клыки, хобот, уши и хвост были отрезаны браконьерами. Теперь грифы приканчивали остатки разлагающейся туши. Размеры браконьерства за пределами парка были очень большими, но особенно тревожным было то, что одна из его жертв обнаружена непосредственно в самом парке. Этот случай заставил меня волноваться за судьбу потомства Пиппы, так как браконьерам хорошо известна стоимость шкуры гепарда. Я вдруг вспомнила, что совсем недавно во время наших поисков мы обнаружили Баобаб, ствол которого был полым и очевидно использовался браконьерами в качестве убежища и склада. Крючья, вбитые изнутри в ствол, наводили на мысль, что именно здесь они развешивают свою добычу. Однажды вечером, сидя у могилы Пиппы, я почувствовала, что за мной кто-то наблюдает. Вглядываясь в темноту, я ничего не могла разглядеть. Тогда я встала и увидела, что приблизительно метрах в двадцати от меня из травы показалась голова льва. Он несколько секунд разглядывал меня, а потом снова улегся, спрятавшись в высокой траве. Мне пришла в голову мысль, не пользуются ли львы большой пирамидой из камней, сложенной на могиле Пиппы, как удобным местом для наблюдения за животными, которые приходят к ручью. В другой раз мы пересекали длинную дамбу, образовывавшую верхнюю часть плотины, перегораживающей реку Роджевера, и увидели пару египетских гусей, шедших в развалку по мелководью с семью крошечными гусятами. К своему ужасу вдруг я заметила неподалеку от них едва различимый над водой кончик носа крокодила. Крокодил, очевидно, надеялся на легкую закуску. Желая спасти гусят, я стал сигналить, крокодил сделал сальто, перемахнув через плотину вниз, а гуси родители поторопились увести свой выводок по дамбе в прибрежный кустарник. Семья была уже в безопасности, но я подумала, что не всем гусятам этого выводка удастся дожить до зрелого возраста. Гуляя по холмам, мы набрели на серповидный утес, поросший пальмами. У его подножия находилось несколько кристально чистых водоемов, образованных родниками. Это был идиллический уголок. Множество следов различных животных красноречиво свидетельствовали о том, что здесь происходит ночью, но даже и теперь, среди бела дня, мы увидели подновившими пальмовыми листьями две и два различимые фигуры слонов, стоящих в водоеме. Мы также наблюдали приблизившихся к нам нескольких сетчатых жирафов. Хотя эти представители семейства жирафов меньше по размерам, чем их массайские сородичи, обитающие в районах Кении, находящихся на большей высоте над уровнем моря, они выделяются своим похожим на сетку рисунком. Их можно отнести к числу самых красивых животных Африки. Мы заметили, что два самца заинтересовались самкой, стоявшей неподалеку. Я следила, как соперники делали медленные круги, обходя друг друга, стремительно сталкиваясь лбами и соприкасая с мордами. Они продолжали состязание около получаса, до тех пор, пока меньший самец не удалился. Тогда победитель подошел к самке. И в конце концов они вместе отправились в заросли. Это был самый деликатный спор за первенство, которое я когда-либо видела. Стадо из 17 слонов было настроено более воинственно. Увидев нас, они образовали фалангу, в центре которой оказались два маленьких слоненка. Взрослые слоны хлопали ушами и были готовы напасть, если бы мы осмелились приблизиться к ним хотя бы на шаг. Уже 20 дней я безуспешно искала Уайти и Тату, мое время истекало, и я стала приходить в отчаяние. Но вот мы неожиданно встретили двух посетителей парка, которые сообщили нам, что только что видели гепарда с четырьмя детенышами в кустарнике возле дороги. Мы отправились в указанном направлении, гепарды исчезли, однако ориентируясь по свежим следам, я после двух часов усиленных поисков заметила под деревом Уайти и ее потомство. Надеясь, что мы сможем подобраться к ним поближе, я осторожно повела ленд-дровер, но как только свернула с дороги, малыши бросились прочь. Подождав, пока семья успокоится, я, оставив Локаля в машине, медленно подошла к ним на расстояние 50 метров и села. Я была обнаружив, что все четыре детеныша живы, им должно быть уже исполнилось 8 месяцев. Трудно было представить, как Уайти удалось уберечь их от многочисленных львов и других хищников. Самый маленький из детей Уайти все еще проявлял большую нервозность и почти все время прятался. Я показала Уайти знакомую миску, на что она быстро отреагировала, подошла и стала лакать воду в двух шагах от меня. Малыши убежали, но когда Уайти успокоила их своим пр-пр, они вернулись к своей полуденной сиесте, а я сфотографировала их, воспользовавшись тем, что они были слишком сонными, чтобы протестовать. В пять часов пополудни они начали зевать и потягиваться и затем медленно удалились. Боязливый детеныш шел впереди и Уайти шла в том направлении, откуда слышался его призыв. Это было прекрасное зрелище гепарды, легко ступающие по высокой траве, сверкавшей как золото в лучах заходящего солнца и великолепно контрастировавшей с темно-красной завесой дождя, нависшей на горизонте над холмами цвета индиго. Я подумала, что если даже никогда больше не увижу Уайти, то хотя бы буду знать, что она достигла всего, чего я ей желала, возможности жить свободно в этом прекрасном парке и приносить потомство. Уайти была звеном между Пиппой и этими дикими молодыми гепардами. Мой эксперимент доказал, что гепардов можно спасти от истребления, помогая им размножаться в естественных условиях. В январе 1976 года я отправилась в Мэру на два дня и захватила с собой несколько моих друзей. Совсем не надеясь увидеть потомков Пиппы в течение такого короткого времени, я была взволнована сообщением о том, что недавно гепарда с тремя маленькими детенышами видели близ реки Роджеверо. Поскольку Роджеверо частично протекает по территории Уайти, я надеялась, что это возможно была она. Мы сосредоточили все свои поиски на этом районе ранним утром и поздним вечером, зная, что во время дневной жары гепарды надежно укрываются от солнца. Проезжая в это время по другим местам парка, мы видели почти всех животных, живущих в Мэру, за исключением леопардов и гепардов. У слонов было так много крошечных слонят, что нам стало даже досадно, когда мы увидели одно стадо совсем без малышей. Не меньше детенышей было и у жирафов, среди которых мы обнаружили нянек. Обязанности няней выполняла самка, наблюдавшая за подростками, пока их матери послиц. В последний вечер нашего пребывания в Мэру мы медленно двигались по дороге, идущей параллельно Роджеверу, и вдруг заметили гепарда, высунувшего голову из травы на расстоянии не больше десяти метров от нас. Когда я тихонько позвала Уайти, она не обратила внимания на мой призыв, но и не убежала, как это сделал бы любой дикий гепард. Ободренная, я налила воды в знакомую миску, не торопясь вышла из машины и осторожно пошла вперед. Гепард повернулся, и я смогла узнать Уайти по расположению пятен вдоль основания ее хвоста. Я была на полпути к ней, но она не делала попытки подойти к миске с водой, а пристально смотрела вперед. Проследив за ее взглядом, я увидела вдали четырех газелей Гранта. Так как Уайти очевидно больше интересовалась добычей, чем водой, я возвратилась в машину и оттуда мы все наблюдали за ней. Она упорно двигалась по направлению к газелям, подкрадываясь к ним шаг за шагом и мгновенно замирала, как только они поднимали голову и смотрели на нее. Это продолжалось с полчаса, а потом Уайти спряталась в высокой траве и исчезла из поля зрения. Между ней и газелями не было укрытия, а расстояние было очевидно слишком большим для того, чтобы она могла рискнуть сделать последний бросок. Мы подождали еще полчаса и за это время газели Гранта ушли. Теперь Уайти появилась и издала очень слабый и стонущий звук, который означал, что она зовет своих котят, стараясь при этом не привлечь внимания хищников. Трава сразу уже зашевелилась и мы увидели три белые кисточки кончики хвостов. Они принадлежали трем гепардам в возрасте около трех месяцев. Бросившись к Уайти, малыши прыгали на нее и карабкались друг на друга, стремясь быть поближе к матери. Уайти не остановилась, чтобы полизать их, она продолжала идти, а ее малыши резвились вокруг нее. Быстро темнело и нам удалось лишь несколько раз взглянуть на игры детей Уайти, кувыркавшихся с невысокого термитника, прежде чем Уайти увела их в темноту равнины. На следующий день рано утром мы вернулись к тому месту, где накануне оставили семью гепардов, чтобы посмотреть, удалось ли Уайти удачно поохотиться. Неподалеку мы увидели разлетающихся грифов, но не могли найти следов ни добычи, ни гепардов. Мне оставалось только надеяться, чтобы Уайти удалось воспитать свое новое потомство так же успешно, как она вырастила свои предыдущие семьи. Теперь ей было девять лет и пять месяцев, и она уже семь лет и десять месяцев жила совершенно свободной, дикой жизнью. Некоторые из моих ближайших соседей. В 1970 году, в июне, Джордж и я впервые получили возможность наблюдать за парой обезьян гверец, живших в Ильсамире. Когда они прыгали с одного дерева на другое, и их длинная черно-белая шерсть развивалась позади словно пелерина, они скорее походили на неких сказочных существ, чем на обезьян. Гверицы живут группами, в каждой из которых главенствует самец. Их низкий рев, длящийся до двадцати минут, можно услышать на расстоянии свыше полутора километров. Однажды, когда мы следили за нашими обезьянами, сидящими высоко на дереве, ветка, на которой они сидели, обломилась, и самка упала с высоты тридцати метров, сильно шлепнувшись на землю. Послышался глухой удар. Я сначала испугалась, подумав, что обезьяна что-нибудь себе повредила, но с облегчением увидела, как она поднялась и исчезла вместе со своим супругом. Гверец не было видно шестнадцать дней. Когда я снова встретила их в глубине леса, самка сидела совершенно неподвижно, сгорбившись, и на руке у нее виднелось что-то красное. Посмотрев в бинокль, я обнаружила мордочку детеныша и заметила белый хвостик около тринадцати сантиметров длиной, переброшенный через руку матери. Маленькая обезьянка была белоснежной, если не считать ее красноватой мордочки. Через десять дней у малыша появились черные ушки, хорошо гармонировавшие с большими черными глазами. Я назвала его Колей. Вскоре мне пришлось на месяц уехать, а когда я возвратилась, кисти рук и ступни Коли стали уже черными, его руки и лицо серыми, а лоб отделялся от остальной части лица тонкой белой полоской. Мать и детеныш очень любили друг друга. Отец же обычно держался на расстоянии, но зорко следил, не грозит ли им какая-нибудь опасность. Я всегда считал, что способность обезьян прыгать с ветки на ветку врожденная. Но теперь, увидев, как Коли перепрыгивает с одного родительского плеча на другое, поняла, что день за днем родители увеличивают расстояние, которое детенышу приходится преодолевать, и таким образом развивают у него чувство равновесия. Вскоре малыш стал очень живой обезьянкой. Он висел на ветке, держась за нее одной рукой, беспрестанно вертелся и качался из стороны в сторону. Он стал также бесцеремонным и иногда замахивался веткой на своих родителей или даже вырывал у них листья прямо изо рта. За все эти проделки его справедливо награждали шлепками. Когда Коля не мог взобраться на дерево из-за того, что кора была слишком гладкая, а ствол слишком толстый, мать помогала ему, усевшись на развилку ветвей над ним и опустив вниз свой хвост, так, чтобы он использовал его как веревочную лестницу. Семья Гверец совсем привыкла к нам и спокойно оставалась на деревьях, когда мы были поблизости. Но если к нам приходили гости, обезьяны все удирали в лес. Начало дождей было новым испытанием для Коли, хотя он редко мокнул под дождем, потому что мать обычно прикрывала его руками и заботливо укутывала его тело своей пелериной. Во время сильной грозы вся семья забиралась на верхушки деревьев, и я решила, что они это делают для того, чтобы избежать ломающихся от ветра ветвей. Мне снова пришлось покинуть Эль-Самер на несколько недель. И после того, как я вернулась, мне сказали, что одна из обезьян родителей отсутствует в раме. Рано утром на следующий день мы начали поиски и наконец нашли отца Коли на дереве мертвым. Когда мы сняли его тело, то обнаружили, что оно изрешечено пулями. Мой сосед был в это время в отлучке и оставил своих слуг с ружьями и несколькими собаками для охраны своего имущества. Несомненно, они и убили отца Коли, надеясь получить несколько шиллингов за его шкуру или продать его хвост в качестве метелки, пригодной для того, чтобы отгонять мух. Я сразу же отправилась разыскивать Коли и его мать и нашла их тесно прижавшихся друг к другу на одном из соседних деревьев. Они оставались там два дня, а потом вновь переселились поближе к дому. Коля очень вырос. Меня поразило также сильно постаревшее лицо его матери и глубокие морщины вокруг ее носа. Было грустно видеть, как она смотрит в пространство, прижимая к себе малыша Коли, который прячет голову между ее подбородком и коленями. Их позы выражали явное горе. Обезьяны были сильно травмированы и прошло много времени, прежде чем они снова начали играть. В апреле 1972 года мне позвонил один фермер и спросил, не возьму ли я детеныша гверицы. Его мать, вероятно, была разорвана собаками, когда она совершала набег на огород. Я надеялась, что наша гверица примет маленького детеныша и отправилась к фермеру, чтобы забрать его. Дочь фермера показала мне обезьянку, выглядывавшую из-под ее джемпера. Судя по окраске шерсти, ей, по-видимому, было два с половиной месяца. Когда девушка передавала обезьянку мне, та отчаянно ухватилась за ее шерстяной джемпер и с большими колебаниями согласилась довольствоваться моей курткой. Она также отказывалась пить молоко из новой бутылки, и мне пришлось попросить фермера одолжить старую. Мне сказали, что детеныш быстро привык пить из бутылки через каждые два часа сгущенное молоко, разбавленное на две трети водой с небольшим количеством глюкозы. Питание, которое я еще раньше предложила фермеру по телефону. Когда мы вернулись в Эльсаммерш, она потихоньку вскрикнула, и хотя ее крик был слабым, Коля и его мать примчались к нам и, остановившись на расстоянии нескольких метров, смотрели на детеныша как зачарованные. Рано утром мать Коли позвала малыша, и он мгновенно отозвался. Мне хотелось бы позволить обезьянке присоединиться к семейству гвериц, но я не хотел рисковать и поместил обезьянку в загон. Немного погодя, когда я играла с малышом на лужайке, позвонил телефон, и, посадив обезьянку в клетку, я пошла в дом. Вернувшись, я увидел, что мать Коли просунула руку в клетку, а детеныш за нее ухватился. Тогда я решила переложить ответственность за сироту на Коли и его мать. Когда дверца клетки была открыта, малыш мгновенно выскочил из нее и, подпрыгивая изо всех сил, помчался к своей приемной матери. Она встретила его на земле, прижала к своей груди и моментально взлетела с ним на вершину дерева. Малыш сейчас же перестал кричать. Наблюдая в бинокль, как они обнимались и прижимались друг к другу, я размышляла, правильно ли я поступила. Сможет ли мать Коли сохранить жизнь малышу, несмотря на отсутствие у нее молока? Я раздумывала также о том, сможет ли такой маленький детеныш уже питаться листьями, хотя я и заметила, как он засовывал их в рот. Мои опасения возросли, когда через двое суток я увидела, что малыш все больше и больше худеет. На рассвете я услышала призыв матери Коли и обнаружила детеныша в чаще с поникшей головой едва живого. Я внесла его в дом, положила к себе на колени и дала ему молока и глюкозы. Мы с ним немного поиграли, пока, к моему сожалению, его крошечная ручка, охватывавшая мои пальцы, не ослабела, и он не перестал дышать. Памятуя об этом, я спасла в 1975 году двух однолетних самок гвериц, которые находились в неволе пять месяцев. Я назвала лонг тейл длиннохвост и шорт тейл короткохвост. Помимо этой разницы, они имели и различный темперамент. Короткохвост был быстрым и довольно агрессивным, а длиннохвост медлительным и добродушным. Через два с половиной месяца я уже могла спокойно отпустить их в лес разыскивать пищу. Как Коли, так и его мать проявляли к ним большой интерес с самого момента их появления у нас. Но прошло еще пять месяцев, прежде чем я увидела, как мать Коли обнимает за плечи тесно прижавшихся к ней сирот. Теперь они стали единой и счастливой семьей. Не меньшим удовольствием, чем наблюдение за гверицами, была для меня возможность познакомиться с жизнью молочных филинов, которые жили в заброшенном гнезде орлана-крикуна в дальнем конце нашего леса. Эти филины самые крупные в Африке. У них большие черные глаза, равные по размеру пинг-понговым мечам, с ярко-розовыми веками, обрамленными белыми полосками, и большой крючковатый клюв, торчащий из пушистых усов, перья которых, темнее перьев их бледно-серого лицевого диска. Под клювом белая борода, у них есть большие перьевые ушки, окаймленные черными перьями. Я очень обрадовалась, когда примерно в 80 метрах от гнезда обнаружила маленького филина. Малыш не умел еще ухать, и лишь издавал свистящий звук. Я назвала его фейфер, немецкий глагол, означающий свистеть. Он в самом деле без конца свистел, когда хотел есть. У многих видов слов самец меньше, чем самка, и потому я решила, судя по крупному для такого юного возраста размеру фейфер, что это, возможно, самка. Для меня было неожиданностью, что вскоре отец филин взял на себя все материнские обязанности и стал кормить свою дочь из клюва, а мать в это время сидела в сторонке на соседнем дереве. Когда фейфер исполнилось пять месяцев, у нее появились перьевые ушки, а краска ее оперения из серой стала светло-коричневой. Вскоре она научилась у своих родителей лежать на спине с широко распростертыми крыльями, оставаясь совершенно неподвижной. Возможно, она хотела погреться на солнышке или привлечь муравьев, но чаще всего, как мне кажется, это делалось для того, чтобы обмануть и подманить к себе более мелких птиц. Заинтригованные мертвым с виду филином, они иногда отваживались приблизиться к нему на роковое для них расстояние. Вскоре Пфейфер привыкла ко мне, и когда я звала ее, она знала, что у меня есть для нее еда или тело из леса, сопровождаемое отцом, который всегда получал первую порцию. Выказывая свое доверие, обычно приближалась ко мне Пфейфер походкой моряка, покачиваясь с одной одетой пухом ноги на другую. Так происходило каждый раз, когда я протягивала ей еду. Она брала ее, уносила на лужайку, где съедала угощение на некотором расстоянии от меня. Мне часто хотелось погрузить руки в ее мягкие перья, но я никогда не простила бы себе, если бы в результате такой интимности она стала бы настолько ручной, что другие люди могли бы оказаться для нее опасными. Вскоре мне пришлось на некоторое время отлучиться. Вернувшись, я увидела, что мать Пфейфер снова высиживает яйца. Теперь заботу о матери взяла на себя Пфейфер. Ей нужно было кормить мать, однако эта задача была не из легких. За ее вылетами наблюдали орланы-крикуны и нередко безжалостно на нее нападали. Приехав после следующего краткого отсутствия, я увидела какой-то белый пух, видневшийся над самым краем гнезда. Оказалось, что это голова нового птенца. Несмотря на постоянные засады орланов-крикунов, Пфейфер аккуратно носила пищу и долгое время продолжала выполнять обязанности няни по отношению к малышу Филину. Я назвала его Бунду, что на языке кисуахили означает сова. Как и у всех молодых животных, у нового детеныша Филина выражение глаз все еще было мягким и доверчивым в отличие от жесткого взгляда взрослых птиц, сознающих окружающую их опасность. Однажды в возрасте шести месяцев Бунду запуталась в какой-то траве, растущей на берегу озера, и я обнаружила ее висящей головой вниз и лишенной возможности двигаться. Меня удивило, что когда я освободила Бунду от опутавших ее стеблей, она не улетела в безопасное место на дереве, а отпрыгнула в сторону в еще более густые заросли. На следующее утро я не увидела никаких признаков присутствия Бунду, но заметила, что взгляд Фейфер направлен в ту сторону, где я в последний раз ее видела, и вскоре обнаружила Бунду на перечном дереве. Она была очень голодна, и я стала кормить и гладить ее, чтобы определить, не поранилась ли она. когда я прикоснулась к правому крылу Бунду, она вздрогнула, и предполагая, что птица ранена, я поместил ее в большой вольер возле дома, где она была в безопасности от хищников, и где я имела возможность за ней наблюдать. Фейфер заняла позицию на угловом столбе вольера, откуда очень внимательно наблюдала за сестрой. Малышка оказалась настолько оправилась, что я, лишив ее свободы, испытывала чувство вины. А так как Фейфер была рядом, я решила освободить Филименка, чтобы проверить, может ли он пролететь на большее расстояние, чем позволяет вольер. Завернув Бунду в полотенце, я вынесла ее наружу. Однако скоро стало ясно, что она не способна летать. Тогда я обратилась к ветеринару-хирургу Куперу. И он, обследовав ее, обнаружил перелом локтевой и лучевой костей. Сделав ей инъекцию, он предупредил, что на протяжении месяца движение птицы следует ограничить. Все это время я кормила Бунду, и поскольку мне казалось, что она нуждается в обществе, печатала на машинке, сидя рядом с ней, а иногда делала с нее наброски. Через несколько недель Фейфер улетела. И только месяц спустя один из местных жителей увидел ее на расстоянии пяти километров от нашего дома около одного из гнезд Орлана-Крикуна. Я отправилась туда и нашла ее в компании другого филина. Много месяцев спустя, когда я после наступления темноты кормила Бунду, вдруг подлетела Пфейфер, а за ней маленький застенчивый детеныш. Я была счастлива, что она доверила мне кормление своего птенца, и, конечно, подумала, а не скажет ли она другим филинам, давайте приводить наших детей кормиться в лагерь Эльсы. Это очень облегчит нашу трудную работу. Я назвала вновь появившегося на свет птенца Тото. Это был очень отважный филиненок. Скоро он начал летать по лужайке в поисках пищи, но когда слышался громкий шелест крыльев и Орлан-Крикун внезапно устремлялся вниз, тогда Бунду, Пфейфер и Филин-бабушка мгновенно приходили птенцу на выручку. В Эльсамере обитало много диких животных, но обезьяны, гверицы и молочные филины были моими любимцами. Признание Эльсы Книги об Эльсе и Пиппе познакомили людей во многих странах мира с бедственным положением диких животных и с тем, что нужно сделать для их спасения. Вследствие этого я получил приглашение от ряда стран. Самыми незабываемыми из моих путешествий были поездки в СССР, Японию, Венгрию, и Таиланд. После того, как я прибыла в Москву, меня доставили на самолете на Черное море в Сочи, где мне предложили сделать прививку на дереве дружбы. Это цитрусовое дерево было посажено в 1936 году, а в 1940 году советский ученый Шмидт сделал на нем первую прививку другого вида цитрусовых. За его прививкой последовали многие другие. Их делали выдающиеся люди, представители 126 различных национальностей. Сегодня на дереве зреют плоды итальянского лимона, американского грейпфрута, апельсина, грейпфрута, гигантские и крохотные кумкваты. Некоторые прививки были сделаны в память о знаменитых людях, таких как Чарльз Дарвин, Луи Пастер, и к подножию дерева была доставлена земля с мест погребения Толстого, Чайковского, Пушкина и Махатма Ганди. Я была счастлива сделать прививку на этом дереве доброй воли. Она символизирует мою надежду на то, что работа проделанная от имени Эльсы ради спасения диких животных станет движением сближающим народы во имя мира. Недалеко от Сочи находится большой заповедник. Примечание. Речь идет о Кавказском заповеднике в западной части главного Кавказского хребта. Одна из главных задач, которую поставил перед собой его директор, разведение зубра. Там обитает 55 видов млекопитающих, включая 300 бурых медведей. Это один из 102 резерватов, и мне он показался очень интересным. Но самым увлекательным было время, проведенное в Аскании Ново. Здесь поставлена задача скрещивания домашних животных с родственными им дикими видами и улучшения таким образом породы. Кроме того, в Аскании Ново занимаются размножением диких животных, таких, например, как лошадь Пржевальского, которая находится под угрозой исчезновения. На следующий день после приезда в Асканию Ново несколько человек, в том числе и я, отправились с директором на поиски лошадей Пржевальского. В маленькую тележку был запряжен гибрид лошади Пржевальского по кличке Капрон, и он повез нас по степи мимо табунов зебр, гну, антилоп кан, лосей, муфлонов, домашнего скота ватутси, зубров, буйволов водяных и африканских, куланов, лам, конгони, антилоп импала и некоторых других антилоп. Я заметил также зеброидов, крошечных шотландских пони, карликового самца оленя из Индокитая и оленя вапити. Казалось, в этом месте разгрузили весь Ноев ковчег. К концу дня мы встретили табун лошадей Пржевальского, который состоял из 14 кобыл и одного жеребца по кличке Пегас. Эти лошади очень дикие и не терпят прикосновения к ним людей. Мы подошли к табуну пешком, разбрасывая початки кукурузы, чтобы привлечь кобыл, которые постепенно приблизились к нам. В настоящее время в мире существует немногим больше двухсот лошадей Пржевальского. Пятнадцать из них обитают в Аскании Ново. Другим источником гордости могут служить африканские антилопы канны, которые размножаются в Аскании Ново с 1892 года и которые были здесь одомашнены и дают молоко с 1948 года. Мое пребывание в заповеднике придало мне новые силы и мне стало грустно, когда пришло время уезжать отсюда. Последний день своего пребывания в СССР я провела в охотничьем хозяйстве в 120 километрах к северу от Ленинграда. Здесь я узнала, как строго контролируется в СССР охота, чтобы застрелить какое-либо крупное млекопитающее требуется лицензии, а число животных, которых дозволяется убить из одного ружья в течение охотничьего сезона весьма незначительно и зависит от того, насколько часто встречается данное животное. Через два года после моего путешествия в СССР меня пригласили в Японию, чтобы встретиться там с людьми, заинтересованными в создании организации фонда Эльсы в их стране. В городе Нара, знаменитом своими храмами, я видел ручных оленей, бродящих по окрестным холмам, и посетила научно-исследовательскую станцию. В Мино, древнем городе Японии, мы беседовали о священных обезьянах, обитающих там, а затем отправились в горы, в Манки Хевн, центр исследований японского макака. Директор центра рассказал нам, что здесь более 25 лет исследуются три группы обезьян, насчитывающие в общей сложности около 60 особей. Территория, занимаемая каждой группой, приблизительно равняется 150 квадратным километром. Средняя продолжительность жизни обезьян обычно составляет 30 лет, но здесь она уменьшилась до 24, возможно, из-за неподходящей пищи, предлагаемой им посетителями, несмотря на развешанные повсюду предупредительные плакаты. Смотритель обратил мое внимание на один любопытный факт. Когда человек смотрит прямо в глаза взрослой обезьяны, она впадает в панику и становится агрессивной. Но детеныши могут смотреть в глаза смотрителю с выражением полного доверия. Из Мино меня на самолете переправили на Хоккайдо, самый северный остров Японии, для посещения фермы Танчо в Кусиро. Здесь занимаются изучением и разведением японских журавлей. Японский журавль самый крупный из журавлей и к тому же самый красивый. У него белое туловище, черные крылья и хвост и красная шапочка на голове. К несчастью, великолепие этих величественных птиц стало их смертельным приговором. Число их снизилось в конце концов до 140. примечание. В настоящее время мировая популяция японского журавля составляет 530 особей. Из них около 240 оседло живут в Японии. Чтобы предотвратить окончательное уничтожение этих птиц, их теперь стали разводить на ферме Танчо и в зоопарках. Позднее одну пару японских журавлей я увидела в токийском зоопарке. Их птенец имел красновато-коричневый цвет и должен был начать белеть только в трехмесячном возрасте. На следующий день меня привезли на территорию, которая может служить эквивалентом японского национального парка и является национальной реликвией. К моему величайшему удивлению, на этой территории я увидела и поселение. Моей первой мыслью было, что такое соседство может привести к браконьерству, но меня уверили, что этого не происходит, так как на браконьеров налагают слишком большие штрафы, а поскольку земли не хватает, использовать часть территории исключительно в целях сохранения диких животных нет возможности, и люди здесь гармонично уживаются рядом с дикими животными. В Японии нет крупных хищных животных, кроме медведя, обитающего только в лесу, и поэтому сочетание интересов человека и диких животных возможно. Перед отъездом из Японии я посетила королевство животных хата на Хоккайдо. хата хата зоолог и писатель основал научно-исследовательскую станцию на площади в 390 квадратных километров, желая оказать помощь ученым, изучающим диких и домашних животных. Для ее создания он использовал доходы от написанных им в общей сложности свыше 30 книг. Особенно известна книга хата, в которой он излагает историю своей жизни на острове в течение двух лет вместе с буром медведем, ставшим его другом. Мы просмотрели часть фильма, снятого автором. В фильме показано, как он проводит период зимней спячки бок о бок с медведем. Поразительно, что медведь даже в полусонном состоянии никогда не терял веры и доверия к своему со-товарищу человеку. Из Японии я отправилась в Таиланд, куда меня пригласил Осот Косин, страстный естествоиспытатель. Когда он встретил меня вместе с директорами заповедников для диких животных и национальных парков, я с удивлением узнала, что фильм «Рожденное свободно» в этот момент демонстрируется в Бангкоке. Мистер Осот устроил мне чудесное турне, включая посещение его частного заповедника, где я видела оленей аксисов, мунджаков, оленей зомбаров и двух газелей Томсона, которых Осот купил во время своего последнего посещения Кении. На следующий день Боди, женщина, преданная задачи сохранения диких животных и консультант при национальных парках, взяла меня с собой в национальный парк Хао-Яй. По пути мы заехали на рынок животных в Бангкоке. Это было неприятное зрелище. Я предложил отчислить в помощь диким животным средства из фонда Эльсы такую сумму, которая дала бы возможность либо нанять инспекторов, либо, по крайней мере, напечатать книги о жизни диких животных и об обращении с ними. Когда мы прибыли в Хао-Яй, нас встретил доктор Бунсунг Лекагуу, самый известный орнитолог и защитник диких животных в Таиланде, а также несколько научных работников. Мне предложили выпустить на свободу одного лапундера или свинохвостого макака и одного леопарда, находившихся в специальных ящиках. Дать свободу обезьяне было нетрудно, совсем другое дело леопард. Он изрядно таки меня цапнул, прежде чем броситься в ближайшую чащу. Когда стемнело, мы отправились в гостиницу парка, где Бури показала нам фильм об уничтожении лесов. Одну из проблем здесь создают лица, возделывающие опиумный мак. Зная о противозаконности своей деятельности, они расчищают большие площади в глубине страны в надежде на то, что там их никто не отыщет. В наши дни им, конечно, приходится учитывать возможность контроля с воздуха, но даже если их и обнаруживают, то с опозданием, когда ущерб лесу уже нанесен. Мне было жаль, что настало время покидать эту страну и возвращаться самолетом в Найроби. Влажный климат Японии выявил у меня скрытый артрит тазовой области, и болезнь начала быстро прогрессировать. Теперь большую часть времени я стала испытывать мучительную боль. Кроме того, чтобы не нарушать традиционных японских обычаев во время еды, мне пришлось, когда я была там, садиться на пол и скрещивать ноги под низкими столиками, улыбаясь при этом вездесущим фотокамерам, несмотря на то, что в эти моменты я страдала от сильной боли. К счастью, мне удалось стоически завершить поездку. Однако, возвратившись в Кению, я почти прямо с самолета отправилась в больницу, чтобы подвергнуться серьезной операции бедра. Поправляясь, я наблюдала диких животных в Эльсамере и делала некоторые зарисовки, но незадолго до этого я сломала локоть правой руки, что ограничило возможность пользования ею, а потом повредила и правое колено. Потребовалось два года для того, чтобы прийти в себя от всех этих несчастий, и терпение мое постепенно подходило к концу. И, несмотря на то, что мое время было заполнено все возрастающим объемом работы для фонда Эльсы, я жаждала вернуться к лагерной жизни и взяться за новое для меня дело изучения леопардов. Готовясь к предстоящей работе, я исследовала несколько национальных парков в поисках подходящего места для осуществления своего плана и сделала объявление по радио, гласившее, что я еще детеныша леопарда, самку. Стремясь улучшить свое здоровье, я совершала длинные прогулки пешком по горам вокруг Эльсамера. Когда мне стало известно, что на одном из самых отдаленных холмов еще обитает редкий вид антилопы Бонго, я организовала туда поход с моими друзьями Рос и Биллом Охилляр. Билл только недавно поправился после серьезной операции ноги и не мог долго идти пешком, поэтому он сопровождал нас лишь до того пункта, куда мы могли добраться на машине до источника у подножия горы. Там он остался дожидаться нашего возвращения. Пробираясь по тропе, проложенной буйволами через частые заросли бамбука, Рос и я обнаружили свежий помет и следы Бонго, но следов буйволов было значительно больше, и их мы видели повсюду. По очень крутой тропе мы через час добрались до вершины холма, но даже и тут лес был настолько густым, что невозможно было точно определить, где мы находимся. Тогда мы повернули назад, направляясь, как нам казалось, к тропе, проложенной буйволами, по которой мы поднимались наверх, но вскоре убедились, что ошиблись. Разыскивая нужную тропу среди многих других очень похожих троп, мы заблудились. Было уже далеко заполдень, и надо было поторапливаться. Перепрыгивая через сгнившие стволы и камни, я упала и сломала себе правую лодыжку. Медленно передвигаясь на локтях, я вскоре почувствовала страшную усталость, и, что еще хуже, меня искусали муравьи, в походной колонии которых я преградила путь. Я уже не реагировала на болезненные укусы муравьев, единственной моей мыслью было добраться до подножия горы, прежде чем наступит темнота, ибо свежие следы буйволов не вызывали сомнений по поводу судьбы, которая нас постигнет, если ночь застанет нас на крутом склоне. Чем ниже мы спускались, тем больше жгучей крапивы касалось наших ног. Оказавшись наконец внизу, мы выбрались к болоту, находившемуся по нашим расчетам неподалеку от того родника, где нас должен был ждать Бил. Мне удалось сползти по крутой тропе, протаренной буйволами, но передвигаться по болоту, которое, судя по следам, служило местом водопоя буйволов, я не могла. Ожидая рост, который отправилась разыскивать Бил, я располагала временем для оценки ситуации. Температура на высоте две тысячи метров резко понизилась, и если бы нам пришлось провести ночь в этом месте, мы либо замерзли, либо были бы растоптаны буйволами. Я думала о том, что вряд ли смогу теперь перейти болчистые места, погружаясь в воду по колено. Даже если бы Росс нашла Билла, а Билл нашел меня, потребовалось бы много часов для организации спасательной операции. Через некоторое время Билл и в самом деле появился, с термосом горячего чая и пуловером, но я пришла в ужас от его предложения перенести меня через болото, так как знала, что в его теперешнем состоянии любое усилие может быть для него роковым. Но он не обратил внимания на мои протесты, и в конце концов мы добрались до машины. Меня повезли прямо в больницу в Найроби, куда мы прибыли к полуночи. Чем я могла отблагодарить своих друзей за то, что они спасли мне жизнь. Находясь в больнице, я услышала трагическое известие о внезапной смерти Билла Коллинза от сердечного приступа. 17 лет назад, когда я скромно предложила Коллинзу издать книгу «Рожденная свободной», мы стали добрыми друзьями и опубликовали совместно 10 книг. Он не только давал мне бесценные советы, полезные неопытному автору, но и оказывал щедрую помощь при создании фонда Эльсы, попечителем которого был он сам. Размышляя о необыкновенных событиях, происшедших с того дня, как мы впервые встретились, я поняла, что Эльса обрела бессмертие. Что же касается меня, то я провела жизнь либо в одиночестве, в Бушекении, либо в джунглях больших городов, приводивших меня в смятение. Я путешествовала по Африке, Азии, Северной Америке, Европе, Австрии, Новой Зеландии и Японии. Разговаривала с людьми от имени находящихся под угрозой уничтожения диких животных. Я получила много высоких наград, и меня удивляло, как все это могло произойти. У меня было такое чувство, что я почти не изменилась с того лета в Зайфенмёле, когда мы еще детьми играли в охоту на львов. Мои идеи остались теми же. Я верю и теперь, как верила тогда, что жизнь в каждом луче солнца, в песне птицы, в шуршании ветра, сияние солнца, которое садится, заливая страну золотом, по-прежнему означает для меня больше, чем любая свеча в соборе. Возвратившись в Эстамер, я попыталась подытожить результаты усилий, приложенных нами для спасения детьих животных. Взяв для примера Кению, я пришла к выводу, что размеры браконьерства все еще велики, но что теперь уже существует 500 клубов по изучению диких животных, проводящих прекрасную работу среди молодых африканцев, которые несколькими годами раньше могли уничтожить дикое животное, попавше им на глаза. К числу многих планов, осуществлению которых помог фонд Эльсы, относятся основания охотничьих резерватов диких животных в Меру, Самбуру и Кора, постройка дома для инспектора в национальном парке Симбахил и создание противопожарной полосы в национальном парке Цаво. Были сделаны взносы в фонд ветеринарной службы национального парка Найроби и в фонд срочного обучения инспекторов по охране диких животных национального парка. Но помощь Эльсы не ограничивается Африкой, она охватывает и другие страны. Так, например, в Канаде были собраны взносы на рациональную охрану волков, карликовых американских лисиц, гагар, а также на охрану диких животных, обитающих в городах. Были выделены средства и на то, чтобы помочь сократить промысел тюленей у берегов Соединенных Штатов Америки и была оказана помощь по учету птиц далеких Фолклиндских островов. Деятельность, направленная на то, чтобы помочь находящимся под угрозой уничтожения видом животных, будет для меня до конца жизни главной задачей. Сейчас огромным моим желанием стало изучение леопардов. Однако найти детеныша леопарда оказалась проблемой. В это время в Кению приехала Хаксли, чтобы присутствовать на праздновании 13-е годовщины ЮНЕСКО, генеральным директором которой с 1946 по 1948 год был ее муж Джулиан. С того момента, как супруги Хаксли посетили лагерь Эльсы в 1969 году мы подружились и теперь после окончания конференции посетили вместе несколько национальных парков. На озере Накуру на закате солнца мы стали свидетелями того, как розовое оперение фламинго постепенно превращается в красное, поразительно подчеркивает цвет холмов, окрашенных в индиго. очарованы этим зрелищем мы были так заняты фотографированием, что не успели заметить, как грунт под нами становился все мягче и колеса машины погрузились по самой ступице. Мы собрали хворост, сухую траву, тряпки даже пожертвовали своими рубашками, но несмотря на все наши усилия машина погружалась все глубже и глубже. К счастью, с нами было двое мужчин, которые решили идти в ближайшее лесничество. Леди Хаксли и я остались в машине и стали включать и выключать фары, чтобы указать путь спасательной партии, на появление которой мы надеялись. Когда наконец наши друзья возвратились в сопровождении помощников, среди них оказался егерь из главного управления парка. И он сообщил мне волнующую новость. Как раз в это время, в октябре 1976 года, он присматривал за одномесячным детенышем леопарда. Теперь детеныша поручали моим заботам. Появилась Пенни, и в моей жизни началась новая глава. . 8, 6, Продолжение следует...